Сейчас, согласно этим доверенностям, которые вы писали, согласно этим, пишите одного человека от своего клуба, то есть имя, название клуба, тот человек, у которого есть доверенность, или тот, кто собирается стать членом ММР, или уже является от своего клуба. Мы сейчас на прочтенском МВЛ с этого и начнем. И пишет название, фамилия, геросинка, подпись, и все это дело приходит к нам. Вот на этой листике, вот ручка, собственно говоря, по сезону. Видео нам ждет, может же обязательно. Ну, собственно говоря, всем добрый вечер, всех рады вас видеть. Даже сложно представить, что из этого месяца едем, если федерация приедет в Германию. Вот, в общем, сегодня наше собрание будет носить характер обсуждения, диалога и вырубки единой линии, того, как мы будем дальше двигаться. И в конце мы надеемся, что мы согласуем наш регламент. У нас будет несколько перерывов, ну, как вот на последнем собрании мы будем их объявлять. Значит, ну, так как никто не выразил несогласия, значит, секретаром изначается Константин, ну, ведущим. Сначала я, значит, против, но мы зависимы, там, это, ну, в общем, я почту всем писал, что, в общем, никто не раздражает. Значит, по повестке тоже никто не выразил, там, каких-то препятствий, то есть, какие-то эти. В общем, у нас есть несколько пунктов, давайте я ее сочетаю, и по ним и пойдем. Значит, первое, это обсуждение членства Ламбурел, вот вывод новых членов. Я немножко расскажу, и после этого, значит, мы можем подискутировать, если надо, проголосовать. Значит, разборы принятия регламента, проект, которого вы уже получали на почту, то есть, кто хотел, высказался, нажимая ответить всем, кто-то писал лично мне, кто-то писал Константину, Емину, то есть, мы старались максимально все ваши ответы, ну, во-первых, давать вам ответ. Может быть, там, не всегда конструктивно у нас получалось, но сейчас мы, надеемся, придем к общему. Значит, сбор, взнос, принятие заявок, раздача карточек лицензии. Про это тоже отдельно поговорить, то есть, у кого есть старые карточки, естественно, чтобы нам их не городить, не городить. То есть, мы раздадим обязательно трейдерские, то есть, у нас с этого года появляются три тренера, мы тоже все читали в проекте регламента, ну, надеюсь, что эти пункты, они тоже, как мимо, без сомнений, и как нареканий, то есть, мы их приняли. Ну, и последнее разное, ну, если останется время и желание поговорить. Значит, ну, возрожданий нет, начинаем, да? Есть один момент, поездка, скажу. Не Андрей Кулетай еще раз звонил. Да. Вот, он не понимает, успеет он приехать на собрание или нет. Да, нет, про то, что ты представляешь его, вы знаете. Нет, я его не представляю, мне хоть ничего не сказал. Может, он написал вам, но забыл мне, я не говорил. Да, он написал на письмо об этом. Ну, здорово, теперь я. Он не сказал об этом на словах вчера, потому что... Просто от него было сразу предложение, и, в принципе, я его сразу хотел бы внести, это подлечь заявочный срок командам, которые подали предварительные заявки и которых мы не первый год знаем. То есть, те, которые участвовали, да, те, которые уже платили деньги и выполняли обязательства, да, хотелось бы, ну, в силу того, что, вот, к медицине доступа не имеет до 1 сентября, да, много всяких вещей, поэтому вот это бы хотелось сразу подлить в сроке заявок. Безусловно, мы это дело обсудим. Я думаю, что, ну, точнее, мы уже между собой начали это обсуждать, мы понимаем, что здесь большое количество команд, которые не успевают, для которых явилось новостью, что число 30 – это число 30, и не 31, а число 40 – это число 40. То есть, ну, кто-то присылал заявок 50 человек, то есть, мы ввели ограничения, как раз слушая Ваши предложения, то есть, и в регламенте, ну, в проекте его очень много, ну, то есть, большинство изменений каких-то таких, ну, в наших странах, то есть, мы старались услышать всех и консолидировать это в что-то единственное. Вот, соответственно, да, я думаю, что мы продумали сроки, но единственное, что нужно обсудить, чтобы не переправлять эти сроки, и уж тем более не переправлять ситуацию по взносу, потому что, ну, как бы, это совсем неправильно. То есть, заявка понятна, да, то есть, ты там не понимаешь, кто там у тебя будет играть, то есть, какая-то у тебя, на том стакане, там, день-два, медицинские визы, тут вообще вопросов нет, это все понятно, врач, но по финансовым, а срок условно. Особенно условие того, что мы оставили сроки носа, то есть, мы повыслили. И убрали даже провозительный взнос, вольтянный, а медицинские визы можно продлить, мне кажется. Ну, люди, кто-то в отпуске, кто-то недороге. Да, хорошо, медицинские визы продлить, а про что-то, то есть, про взносы или... Ну, наверное, все продлится, да. Все продлится, когда мы рискуем на какой-то стадии, допустим, неправильно составить келендарь и неправильно выбрать схему поведения. Я предлагаю просто здесь сходить, дифференцировать. Есть случаи, которые уже не первый год в МВЛ, они уже платили деньги. Поверить на астрах. Да, там человек подметный, не на астрах, он предварительную заявку продал, да, то есть, он, как бы, все-таки как руководитель, уже ничего, там, определенного ответственности. Хорошо, я надеюсь, что у вас сейчас... Это же гарантия и письма, и все. Нет, ну, предварительные заявки, в данном случае, и являются гарантиями письма. Я думаю, что при попросе, вот это гарантия и письма. Значит, давайте так, сейчас... Это, конечно, не проблема. Первый вопрос, который... Я понял. Владимир Владимирович, какой-то вопрос. На повеске дела у меня есть вопрос. Было случилось, что рассмотрение рекламы, вот, и вы получали право, что утверждение рекламы. Я понимаю, что в одно нельзя это рассмотреть, потому что его надо рассмотреть по регламенту. Я не исключаю, будет очень много вопросов, которые надо обсудить после. Это рассмотреть как проект регламенту, а потом уже, еще раз, собрать уже департамент, или как будет называться ваша организация, и уже утвердить с изменениями, дополнениями этой рекламы. Время, в Калифорнии... Сейчас все мы перескороны оставим. Время, вверх, вверх. Время, вверх. Время, вверх. Время, вверх. Время, вверх. На совместках собрание. Время, вверх. Время, вверх. Баскетбол, Москва, проект. Примем проект, то есть это не окончательное решение, то есть понятно, что мы его примем. Теперь про гарантийные письма. Давайте, уважаемые. У нас в проекте регламента описаны функции ГСК и ГСК и главного секретаря. На данном этапе мы понимаем, что ГСК это один из круглых камней, которые тоже предстоит обсудить. Мы понимаем, что прием заявок на данном этапе и прием взносов должны начать департамент. И понятное дело, что те заявки, которые мы примем, ну, в общем, короче говоря, мы часть работы ГСК хотим забрать на себя, потому что первый облегчат, второй будет не маншот. У нас это абсолютно точно лучше получится. Это наше мнение департамента. Мы это тоже сейчас будем делать. И как я сейчас рекомендую? Возвращаемся в ней в структуру и убираемся? Нет, мы сейчас никакой другим не убираемся. Давайте обсуждать наши фориалы. Значит, тогда по поводу гарантийных писем. Давайте все, кто сегодня не может представить заявку в трех экземплярах с визами врача на подпись и печать департамента, те, кто не может сдать в полном объеме снос, безналичная оплата, значит, отдельно, ну, все пусы. Значит, все пишут в свободной форме письмо на имя президента, подписывают его и скан присылают на три адреса на форуме. Мы все договорились? Ну, то есть, голосование нужно делать? Да нет, мне кажется, это... Ну, то есть, это очевидно для всех. Сейчас мы все это принимаем. Так? Да, говори. Да, скажи. Сроки сегодня какой? Сегодня 27 число. Первое число это у нас... Первое число это вторник. Вторник. Гарантийные письма. Нет, гарантийные письма. Мы высылаем в течение завтрашнего дня, давайте. Ну, это будет справедливо. То есть, целый день записать, записать, сканер, сократировать. Вторник это самая последняя дата для подачи основных заявок и взносов. Кто не подал, может безумовать. Но при этом медицина может быть попрос. Или нет? В последний день предложения. У меня сейчас лень. Я знаю, что в 23 минуты. У меня нет вопроса. Я предлагаю первый вопрос. Меня просто не обратил внимания. Что реклама. То, что мы много говорили уже 23 минуты, пока я не о чем. Давайте по рекламе, потому что это очень важный вопрос. Я расскажу вам свое мнение, потом могу уехать. Даже не выскажу мнение, а я вам докажу. Давайте обсудим, будем ли мы менять приложенный департамент и справедливо. Кто за? Давайте. Я думаю, что в наших интересах послушать Сашу и взять с него информацию, если он не счастлив. Давайте. Хорошо. Кто сдержался? Значит, получается, вы ознакомлены с проектом? Конечно, вы не прислали. Хорошо. Давайте по тем пунктам, которые вы хотите внести, которые могут вызвать. Нет, там чрезвычайно много пунктов, которые есть. То есть я могу сочетать, допустим, те вопросы, которые напрямую по пунктам возникли. Те, кто наиболее конструктивно подошел к обсуждению регламента, это Петр и Антон сегодня днем. Ну, в общем, я рассказал о том, что это ответит. В общем, если мы пойдем по двоим вопросам, это нормально? Да, да. Хорошо. Значит, ну, важный вопрос вам, членство МВЛ. В общем, ладно. Тогда мы чуть-чуть меняем опыта, но мы... Надо понимать, что сейчас, если мы уходим в регламент, мы можем сильно затянуться, а членство МВЛ мы не можем сегодня не обсудить. Поэтому я думаю, как держаться. Значит... Вопросы Петра. Значит, есть пункт 633. У кого есть спечатанные варианты в электронном виде, да, вы можете смотреть. Я, собственно говоря, зачитываю этот пункт. И по нему идет обсуждение. Еще раз, это те вопросы Петра Ботнего, которые возникли после ссылки проекта регламента. Значит, спортивный зал должен быть оснащен всеми необходимыми баскетбольным образом. В том числе электронным таблотом, счетчиками 14-24 секунды, соответствующим элементарям для судейского столика. За несоблюдение команды не пускают чемпионаты. То есть, ну, это прописано. Значит, Петр спрашивает. Если есть не во всех залах, в частности, зал МВЛ обладает только счетчиками 24 секунды. В нем играет новый команд. Снимаем его. Ну, мой ответ. Думаю, что нужно говорить, ну, проговорить все-таки залы в отдельности. Мы понимаем, что на примере одной из основных команд, ребята сами покупают табло в свой зал. Ну, то есть, есть новые команды, которые столкнулись с тем, как и в следующей ситуации. Могу привести пример из МВЛ, где ребята купили собственное табло с счетчиками 14 секунд. И я думаю, что, ты, как я тебе ответил, я думаю, что... Я есть ответ. Радик? Радик? Я разговариваю. Я просто объясню. Для того, чтобы сделать в МВЛ табло 14 секунд, да, чтобы оно было интегрировано с основным таблом. Основной табло нужно снять, вывести из зала на определенное время. Да? И это тоже технически можно сделать с компанией, которая делает готово. Но вот здесь одна, один номер. Это нужно специальное разрешение ректора. А вот это определенная проблема. Да? И поэтому вопрос даже не в деньгах, а не в месте. Да? Вопрос в том, когда ректор даст это разрешение. Да? И чтоб при этом там не шли соревнования. Он должен дать это либо летом, либо на зимние каникулы. Это чисто технический вопрос, который, к сожалению, от нас не сильно задает. Вот. Поэтому тут, ну, есть некая агрессивная реальность. Но сейчас так, и сделать сейчас с этим мы ничего не можем, к сожалению. Ну, то есть ты просишь в данном случае принимающей стороны, то есть да, это будет либо эскаливный департамент, судя по проекту, чтобы для зала, как бы, того домашнего зала было исключение? Нет, я бы сказал. Либо исключение для зала, либо послабление в регламенте для всех залов с такой ситуацией. Либо каждый момент в отдельности. Если с вами в данном случае меня волнует залов. Конечно, я могу вам помнить. Кликент в подобные вещи всегда живет, который не усложит. Если есть зал, который много играет, но там есть особые условия прописывать. Конкретный зал, не относительно всех залов. А имеешь право принять особые условия. Это само условия, можно вам сказать, что 20 на 10 лет. Не, именно мы говорим о конкретном. А конкретном? Ведь он, слушай, был первый год. Это не первый год. Правильно было бы 4 секунд первого года. Я тебе объяснил ситуацию. Вы можете сейчас снять зал, не будет. Ваш право. Вы тогда занимаетесь этим вопросом? Да. Мы занимались этим вопросом ровно этим летом, пытались это сделать. Это не по лучшему. Ну а давайте опустимым понимать, что это много слов. 24 секунды. 24 секунды. Небольшие. Что ты говоришь? Есть переносные? Да. Переносное топло. Идет речь вот в случае, когда я говорю, новая команда купила. Я понимаю. Еще раз. Вот хочется сделать нормально. Еще раз говорю. Я задал вопрос. Окей. Работа, ну вот смотри. Ты говоришь с реектором. Переговорите. Работа ведется с реектором. Ну она ведется с графиком. Я собственно не могу там. Не знаю, чтобы знать с вами. Представляешь ты. Да. Мы же не будем обращаться к графику, чтобы он как-то... Это словно. Почему не только он не будет подговорить. Согласен. Тогда мы же к тебе будем тоже обращаться. Ну опять же не вы. По моей информации работа ведется. Но это не очень удобно. Хорошо. Тут сроки есть. Мы можем написать какое-нибудь письмо напишем. Мы индивидуально подправим каждому сроку. Индивидуально подправим каждому сроку. Понятно, что никто не будет. Мы снимаем себя. Ну в общем, конкретно давай вспомните, когда мы помечаем, что... Возможно исключение, которое каждый раз мы рассмотрим. Но, понятное дело, что в данном случае нельзя этим сплодпотреблять. Тем более понимая твоя команда, команда дивизиона А. Где мы стараемся... У меня сроки, хочется ли мне играть со счетчиками. Что это себе? У меня хочется. Заезжай. Ну ладно, я тебя понял. Дело не в деньгах, еще раз. Мы принимаем сейчас это, да? Чтобы каждый раз руки не принимать. Если кто-то против того, что сейчас происходит там, да? Он говорит, я там против, и начинаем дальше. Сейчас все заданы, да? Согласны? Хорошо, следующий вопрос. Клуб команды может слетать чемпионат в течение спортивного... Есть один пункт, назови его. 6-14. Только это наш, что вы перепислили. А, 6-14, да, извиня. Клуб команды может быть слетать чемпионат в течение спортивного сезона по совместному решению департамента и ГСК с последующим утверждением на общем собрании за грубое нарушение регламента, а именно за неявку на игру или отказ от участия в игре, за несвоевременную оплату не штраф, за три поражения решения права у одного и того же состава, первого или второго, за несоблюдение всех в большинстве перечисленных случаев, на какую команду выполнитель накладывается штраф в размере 10-10 б США? Значит, Плётов спрашивает, мне описан термин неявка, что имеется в виду, намеренная, неявка или что-то еще? Значит, мой ответ. Думаю, что именно намеренные, не в участии, и отказ продолжить сам матч. В любом случае это будет решаться отдельной департаментом. Департаментом и ГСК. Департаментом и ГСК. Департаментом и ГСК. ДПСК и Департаментом. Потому что ГСК, ГСК, первостепенный спартамент, ребята, опять же, в нашем случае у нас первостепенный департамент, мы все это... Можно поменять местами, а в этом смысле не видно. У нас написано, хорошо, мы, значит, делаем это. Ладно, значит, вот этот случай, либо тогда команда намеренно понимает, что идет на какой-то принцип. То есть, мы стараемся оградить, да, от этих вот, не совсем там, спортивных или около игровых проявлений. Непонятно, что будет, если общее собрание не утвердит снятие клуба. Снимать за неуплату любых штрафов слишком суровое наказание. Мне кажется, здесь нужно выделить пункты за неуплату штрафов, по которым клуб можно снять. Это, значит, слова Петра, значит, ну, моему мнению. Я это сразу прокомментирую просто. Вчера, мне кажется, она очень странная. Значит, здесь важные решения департамента. Такие как снятие клуба, такие как бедкварификация игроков, то, что требует утверждений, например. Я считаю, что у этих решений, как у решения суда, должно быть время на вступление в силу. Чтобы команда не попадала в ситуацию, когда она либо завтра приносит какой-нибудь огромный штраф, либо ее снимают. Чтобы у нее было время, например, собрать общее собрание и понять, утверждается это решение или нет. Тогда это выглядит разумно. То есть, принимается решение о том, что команда снимается, решение вступает в силу через линии. Вот. Мне кажется, что это, как бы, правильная история. Цельков, по-моему, согласен. Более того, у нас никогда не назначается, как ты говоришь, огромный штраф. То есть, мы сейчас уже в этом проекте регламента. Мы могли посчитать, что разовый штраф, разовый, за один день, назначай, не будет превышать 10-ти б США. Соответственно, суммарный штраф там не может превышать размер вашего взноса. То есть, в дивизионе А вы не можете набрать суммарно более 40-ка тысяч. А в дивизионе Б не более 35-ти тысяч. Любое снятие команды, ну, то есть, это не будет, что вот завтра ты не платишь, а это. Но надо понимать, что мы контактируем с одним человеком. То есть, мы столкнулись с проблемой, когда игроки, к примеру, Спартака или там Динат, да, в завтрашнем году, обращались к нам и говорили, мы не знали эту ситуацию, почему вы до нас ее не принесли. А у нас, там так, был один Алексей Скогрев, которому я, там, два раза в неделю, там, напишу письмо, позвоню. Решение вывешивается на сайте, как принятый департамент. У него есть время на уступление силы, 10 дней, или, там, две недели. За это время команда, которая считает, что ее права... Почему на сайте? Вот письма... Потому что о решении департамента должен знать чемпионат. Правильно. Да, решение, а снятие принято. Дальше команда, которую, например, сняли, имеет право в течение, там, двух недель собрать общее собрание. Действительно, сделать себе рассудок. Ребята, нас снимают, мы не согласны. Поверяйте, пожалуйста, обсудим. Хорошо, то есть ты хочешь сказать, что... Срок был. Судьбоносные решения, они должны оговориться через сайт. Безусловно. И у любого члена МБЛ должно быть право собрать общее собрание. Должно быть время. Время. Хорошо. Речь про вот дисквалификации игроков, там, натурных игроков, драк. Не-не-не, меня предполагают такие вещи, как снятие команды. Снятие команды и... Важная история. Хорошо. У нас были прецеденты снятия команды, да, и это, действительно, серьезный момент. Мы полностью поддерживаем себя, ну... То есть мы... Это несложно публиковать, благо, наш административный сайт. И понять, что есть время, да. Решение вступает в силу, не мгновенно после публикации, да, там, какое-то время внести команды. Мы, да, но мы всегда давали время, то есть всегда это была неделя, и иногда это было GCP, но, да, хорошо, даже больше, да, иногда было. Все согласны, едем дальше. А разрешите по этому пункту уточняющий вопрос задать? Может, я не совсем понял, но, по-моему, здесь какая-то и курсия есть. Здесь второй пункт за несовременную уплату штрафа любых, а дальше курсивом за несоблюдение во всех случаях дополнительных штрафов. Правильно ли я понял, что в случае, если команда не оплатила вовремя штраф, на нее наложать дополнительный штраф, и она и его вовремя не оплатила, еще один дополнительный штраф. Да, но суммально это не может превысить входит до предела. Да, но когда ты достигнешь предела, мы вынесем, как мы только что договорились, мы напишем, что у команды Касперский, правильно? Ну да. Касперский есть дверь на покажение штрафа, иначе она будет снята. Собрать, ну, значит, собрать... Нет, вы напишите, что вы ее сняли. Ваше решение должно быть опубликовано, потому что он не вступил из... Нет, давайте так. Нет, ну, получается, что мы будем отменять решение, а лучше, может быть, тогда обсудить это решение, прежде чем вот это зло вынести и отменить. То есть мы собираемся, вот такая ситуация, мы вынесли, ну, зло в последней части. Договорились? 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 Ну, вот, как мы сейчас сказали, оно логично, я вам подтверждаю, что и это все понимают. Ну, прошу, пожалуйста. Хорошо, значит... Значит, ну, здесь я все... в ответе Петру на этот вопрос, в принципе, описываю практически все, что мы сейчас проговорили. Да, ну, значит, пишем тут про разные примеры, которые мы будем проводить, как вот у нас команды. Значит, поехали. Да, поехали. Значит, пункт 7-1. Каждый клуб команды при участии в матч-чемпионат признает ЗМБЛ следующие исключительные права. Значит, телевидео, дыры, дыры, 8 дыры, значит, там длинный-длинный такой пункт, которому, может быть, кто-то не придавал значения. Просто в этом году мы столкнулись. Это относительно ременное правило, которое мы считаем, что это будет правильно. Тоже его предлагаем в проекте Релайн. Значит, ну, вот 7-1 был открыт, значит, там про телевидение и за права МБЛ на вот все это, значит, на наш бренд. Значит, Петр просит привести пример. Значит, пример совершенно конкретный. Что, понимая трансляцию, трансляцию игр МБЛ, вы можете по согласованию с департаментом, естественно, не только всегда за это, вести на официальном сайте Московской москримбольной лиги, на канале на YouTube, который, ну, принадлежит, значит, Московской москримбольной лиги, транслировать также в социальные сети. Но если вы хотите это делать куда-то на стороне, например, к примеру, Бизона ТВ, но вы должны медленно согласовать с департаментом и с командой, с которой играют. Ну, к примеру, то есть, вот, Бизоны говорят, я хочу показать, что Бизона ТВ матч Бизоны против РН охраны. То есть, мы пишем там за неделю, да, обращение в департамент, департамент спрашивает там руководителя РН охраны, все согласны, все показывают. Не согласны? Ну, тогда давайте обсуждать Бизон. Ну, не хочу. Вот. Ну, не вижу. Вот, в принципе, смысл в этом? Давайте. Какие вопросы? Так я читаю вот эти вопросы. Ну, следующий уже вопрос. Следующий уже вопрос. На всех игр чемпионата оплата работы судей комиссаров, судей-секретарей статистики производится согласно утвержденным, в общем, за счет клуба команд участников. Перед началом игры руководители клуба команды хозяина коломанды и гости должны произвести все расчеты со судей через комиссаров в пропорции 50 на 50. При этом руководители клуба команды хозяина также обязаны произвести расчеты судьями-секретарями и статистиками отдельно. За несоблюдение клуба команды штрафуют судей в США. Значит, ну и дальше все последующие нам наказания, которые можно произвести. Значит, вопрос Петра. Насколько понимает, а ты рынка, какие-то федерации баскетбола в Москве? Я тоже. Ну, собственно говоря, можно считать ответы на меня. То есть... Ответы. Я вам скажу. Значит... Ну, я, короче, призываю вас, когда с конференциями, на которой вы были действительно позитивного элемента в правительстве федерации баскетбола, и хочу сказать, что наш баскетбол сейчас начнет подниматься, из тех низов, которые вы благополучно опустили как минимум через углы. Процесс подъема будет тяжелый. Мы сейчас работаем по долгам. Это про страшные дыры. То, что большие, не про страшные. Вот. Но теперь общая концепция, в том числе и судейство. На сегодняшний день уже проговорено, и это будет скоро закреплено моментально после того, как вот что-то теперь вся организация, потому что сейчас происходит процесс ее переезда, юридического переоформления через Минъюрс. Ну, понимаете, это время, которое занимает. Значит, все судьи будут регионами рекомендоваться на обновленные всероссийские соревнования. То, что было раньше, когда сидела группа лиц, говорила, вот этот судья будет судить и наклевать, что он в регионе делает. Вот такого уже не будет. Судья привязан к регионам. В регионе действует судейский комитет, который дает рекомендации, кто достоин, кто не достоин. Естественно, все, кто будет соблюдать правильные условия, будут достойны и будут прививаться в период. Значит, ну, это основная задача, говоря уже об этом. Дальше, конечно, это их мастерство. Значит, вопрос, который в 13-м году в прекрасном итоге под руководством Галкина поднимался и однозначно был решен, что все оплаты судей, судей-секретарей, комиссаров, статистиков, все производились по безналичному расчету. Он был за последние два года организация теми людьми, которые руководили. Он был отметен, было все разрушено. Сегодня мы будем возвращаться к этому периоду. В период 2015-го года, его начало, когда все это дождалось сезон 12-й. Повторюсь, в Москве уже два года как внедряется, и уже внедрена ситуация безналичная оплата, точнее, и так, да, по соответствующим договорам. Мне просто удивительно, для чего вы это писали. У вас есть определенная информация о том, что есть уже это закон. Это закон, который нельзя нарушать. Нас возглавляет притягатель контрольный счетный палат. Главный законник города Москвы. Нарушение закона недопустимо. Мы с вами же не пишем, что если мы кого-то оштрафуем подсечением головы. Почему? Потому что это нарушение закона. Зачем вы вкладываете в регламент сразу нарушение закона? Законы есть? Можете не отвечать. Я для всех просто. Я рассказываю, мне ответы не нужны. Я даю вам согласову. Значит, дальше. Чемпионат города Москвы будет проводиться. Вот мне почему удивительно было, что здесь идется уже обсуждение, когда это даже не было предложено Департаменту спортивной федерации по спецболу города Москвы, который возглавляет Дмитрия Криньевича. Многие вещи, я больше чем уверен, он бы вам сразу поправился. В том числе, я сразу, наверное, перескочу по пункту ГСК. ГСК – это спортивные профессионалы, и это закон. Любое соревнование проводится с ГСК. Как департамент, я уже не один раз объяснял всем членам МВЛ о том, что департамент – это ваш внутренний орган. Вы можете принять абсолютно все штрафы, какие вы посчитаете нужны, их размеры, как вы будете снимать команды. Но спортивный принцип, определяя и спортивную составляющую площадки, только ГСК, и ГСК ни с кем не советуются. Для этого ГСК и создается. Там есть профессионалы, которые вам дают информацию, что этот федерок был снят по правилам, за то-то, эта команда покинула площадку за это решение права, она вам передает, и вы дальше эту информацию утверждаете в соответствии с теми положениями, которые вы приняли в рамках своего ритма. Вот эти два, я их не зову, я их не говорю никому, но это на самом деле абсолютно нормальные рабочие органы в том, ГСК, прежде всего и вторая, это тема, связанная с наличной оплатой, это является радостью. Если кто-то не хочет это соблюдать, есть у нас такая вида чемпиона в бизнесе, то люди себя позиционируют всероссийским турниром. Вот как всероссийский турнир, я напомню, в соответствии с законом о физической культуре спорта, аккредитованные федерации, в частности, Москва, отвечают только за соревнования, проводимые в городе Москве. Если эта вида является всероссийской, как они себя называют, и они не хотят сотрудничать, мы как бы ничего предъявить не можем, но я вам могу сказать, что в ближайшее время мы определённые действия в адресателике будем предпринимать, в том числе по арбитрам, которые её пытаются обслуживать, они им будут это делать уже значительно сложнее, потому что передача денег, наличие, да, без договоров, это всё нарушение закона. Вы можете на неё, вот я знаю, что вы в своём обсуждении на неё ссылаетесь, это либо действует на сегодняшний день вне федерации, как бы, ну, я не могу тоже отвечать, что если несколько человек собрались, назначились среди друг друга судьи, играют на площадке во дворе, федерации тоже за это не отвечают. Есть календарный план соревнований, за который отвечает федерация. Если вы хотите быть чемпионатом города Москвы со всеми утекающими отсюда последствиями, предоставлением помещений, я имею в виду для собрания, зала для финала проведения, да, мы как эти вопросы уже на первый год решаем, предоставлением помещения под офис в доме баскетбола, которое приглашаю всех на открытие 21 сентября, и официальная информация размещена уже на сайте баскетбольного города Москвы. Значит, это день, кстати, Пресвятой Богородицы и воинской славы. Удачно попало. 21 число. Если лига хочет продолжать быть чемпионатом, она получит все те референции и, скорее всего, финансовую поддержку, маятарной лиги в плане призов, то как к чемпионату города. Сейчас у нас, слава Богу, а вы знаете, что я вошел в госполком ФПП, у нас теперь есть возможность решать, в том числе эти вопросы, которые мы не могли решить, это с единой классификационной системой, которая нас туда не пускает, чтобы мы могли присваивать разряды за победу и звание за победу в чемпионате города Москвы. И РФБ в предыдущие два года просто стало блоком, и ничего нам не давало делать. Но без РФБ это сделать было невозможно, потому что вот эта конституционная система, она не московская, она вся российская. Нельзя в Москве присваивать мастера спорта, если по всей России за это отдают УНС. Понимаете, да? Значит, сейчас у нас, вот я вам обещаю, что мы этим вопросом займемся. Если же, ну, вы решаете, что вам не интересно играть по тем правилам и по тем нормам, которые установлены законодательным, вы имеете право сами играть, среди себя сами назначать судей, определяться, где вы будете играть. Могу сразу сказать, что в этой ситуации к нам будет направлено обращение в том числе к руководителям спортивных залов, в которых вы сегодня проводите свои чемпионаты. И, естественно, что вы заданы обведенные указания осуществления. Вот две... Я понимаю. Я что-то говорю незаконно. Я говорю о том, что вы сейчас, вот то, что вы написали, вы хотите нарушить закон. Нет. Ну, я только что достаточно четко сказал, что это уже не надо. Денис Сарков, он для всех один, для всех одинаков. Да. 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 Хорошо. Ну, давайте, значит, я вернусь к ответу к Петру. Ну, и плюс, раз мы с вами знаем, здесь тоже у нас есть какие-то вопросы по нашему предыдущему договору с Федерацией Центрального масла. Ну, первое, мы все отлично понимаем, что мы, собственно, мы двигали на Мечке, когда в Москве до сих пор пока не подписан договор. То есть, из-за того, что мы его подписали, мы должны согласовать на наш регламент, на разработку совместного положения, даже, собственно говоря, ну, прийти к единому какому-то варианту. Значит, договор подписывается на разное количество времени. Последний, прошлый договор был подписан назад. И, собственно говоря, в течение всего года мы, ну, значит, пожинали плоды нашего совместного сотрудничества. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что, ну, там, лично для меня это было удобно, да, там, разом платить. Ну, как-то все понятно, да, а тем более без наличной оплаты. То есть, то, что, вроде, создает удобство. Вот. То, что мы написали в проекте регламент, это, можно сказать, выжимка из большинства того, что мы слышали от вас, от игроков, от арбитр, от статистики, от судей секретарей. То есть, это единое мнение, что вот в прошлом году эта система не работала. Ну, то есть, она работала таким образом, что очень, ну, то есть, с декабря месяца, вот, ну, как бы, на моих домашних играх, или костевых играх, да, вот, ну, там, столик, допустим, или арбитр, или комиссары, они знали, да, что я в один парламент найми. До слова спрашивают меня наши деньги. А я говорил, что я заплатился на месяц вперед. А мне говорили, ну, нет, у нас денег нет. И мы, собственно говоря, ну, старались вместе с федерацией действительно решать как-то эти вопросы, то есть, и в личном порядке, с статистиками и с судьями. Люди мне платили. Он сидит сейчас за камерой. Было заявление в прошлом году. Лично федерации я приносил заявление о том, что мне не доплатили, там, посчитаны были игры, что мне не доплатили 3 тысячи за 5 игр. Это, как бы, я про это уже забыл, но заявление такое было. Это в каком году? Это было в прошлом году в конце прошлого сезона. По окончанию прошлого сезона. То есть, это год назад? Это было год назад. По окончанию прошлого сезона. Мне было сказано лично Вами, что я разберусь, я вот вижу свое заявление, я с этим разберусь, что было сказано лично Вами. Ну вот, Александр Геннадьевич, а смысл от этих заявлений, если вот каждый придет, а потом Вы скажете через год, ну видимо я забыл. Ну а смысл от этих заявлений? Вами, ты не путай, что когда работает организация, там вот ты находишься на определенном уровне, да, и Вас 200 человек, 200. И руководитель сказал, иди в бухгалтерию, мы разберемся. Вот для того, чтобы ты разобрался, ты должен дойти в бухгалтерию. У бухгалтера 200 человек, есть главные судьи. Александр Геннадьевич, у нас есть такие факты? Бухгалтер лично поставил мой номер в черный список, и до него я не мог дозвониться в течение месяца. Потому что я, видите ли, достал этими вопросами. Просто смысл на час образования? Да, просто нет таких людей. Да, если я могу обратиться к нему, я могу предлагать мою переписку с ним. На данный момент, я думаю, что Леонид Юрьевич, это подтвердить, ни у кого нет задолженности перед, точнее, наоборот, федерацией. Это был город Москвы, нет задолженности. Если у Ивана есть этот вопрос, вот Леонид Юрьевич, я прошу с этим вопросом подобраться, если там есть задолженность, по запрошлому году. Не по прошлому, а по запрошлому. Да, это по запрошлому. По нему разберутся. Ваня, не надо никогда, вот знаешь, а почему я буду ходить? Ну как, есть, вы помните, что по запрошлый год мы только переходили на эту систему. Мы только, вот кто у нас руководил? Андрей Юрьевич Рахамильский. Вот он руководил и здесь, в Российской Федерации по спитболу. И мы же были вынуждены это все разгребать. Или вы думаете, мы приходим, а нам тут все готово, ребята. Никто ничего готовым не дают. Бюджет, если вы думаете, что кто-то дает, бюджет исключительно очень жестко контролируется и дается только на детские соревнования. Все остальное это привлечение спонсоров. То есть мы сами свои средства ищем, находим, привлекаем, вкладываем. Поэтому, Ваня, с этим вопросом разберутся обязательно. Александр Иванович, я просто хочу от общего вопроса. Еще, еще вот раз повторяю. Задолженности никакой не было. Наконец, чемпионата и тем не было. Она была полностью погрешена. Вот с этого надо начинать. Вы об этом давайте сказали. Третий год, он всегда уже легче, чем предыдущие два. Первый год, самый сложный год. Второе, картали шероховатости. Третий уже проще работает. Вам сейчас департамент. Прекрасно согласуете свои взаимоотношения с ДСК, комиссия назначений со всеми этими вопросами. Я буду контролировать вопросы, оплаты, чтобы они... Но, как и затягивает у нас, помимо Ивана, есть полкомприз. То есть, Иван просто частный пример, который, честное слово, случайно оказался, мы его всегда знаем. Но, без него временно есть что сказать. Да, я просто... Каковы сказать? Я, на самом деле... Вот этот пункт, который мы имели, он должен для обсуждения. Потому что у нас есть вторая опция, которую мы хотели бы обсудить с РФ, когда мы можем сами с счета МВЛ переводить деньги и судим за их работу. Объясню, откуда вообще эти мысли пришли. Лично ко мне неоднократно подходили наши ведущие арбитры Москвы. И все самые ведущие секретари. Сейчас, во-первых, все то же самое продолжается. Мы можем, конечно, закатывать голову и суды делать, что эти проблемы у нас существует. Большая проблема. И это арбитры, которые не будут обслуживать, могут отличаться от Москвы. И это арбитры, которые обслуживают супер. И самые ведущие. Они все хотят или, верно, цитрат в наличной форме. Понятно, что если наличная форма не оформлена документально, это незаконно. Мы не предлагаем это. Или же, чтобы им просто в срок платить. Мы можем прокаратировать, что мы с сроками будем платить. Два года назад, когда мы с вами говорили, что вся оплата будет через федерацию, я уже на нас был разговор о том, что они будут получать не как компенсацию питания, а как заработную плату. И будет платиться вами налог 5,6,5% на государственной налоге и так далее. Они сейчас по-прежнему сами. Мы и говорим, что они получают как компенсацию питания. Именно как эту компенсацию питания нет никакой проблемы, если для нас это лишняя работа. Мы бесплатно работаем, понятно. Но мы хотим, чтобы чемпионат платился на высоком единственном уровне. И мы действительно расстраивались на этом. Мне и с вашей же коллегией говорят, что «Да не поедет». Я, например, сейчас не буду задать ведущий ответ, говорю, «Добавил». Не поедет он. Он деньги получит через месяц-два. Ну, вот открыт, помогает. Это свои мысли на значения. Вот такие ответы. И мы тем самым уже создали большой прецензент. Мы набираем работы, что вот часть статистиков, часть судья секретарей и часть аргентов реально не едут. Потому что деньги и так небольшие. И еще их неизвестно, когда получат. И в целом у них уже есть определенный негатив по отношению к нам. Хотя мы эту ситуацию не снимали только тем, что совсем попали. Не собирались за два месяца. Ну, поэтому у вас появилось это предположение. По существу. Значит, вот эти проблемы мы с вами знаем. По существу мы сегодня вам предложили, чтобы вы это помните, чтобы работать по программе онлайн-баскет. который, по-моему, если через Антона Зимина это делать, то через МНПЛ там будет, по-моему, большая скидка. То есть команда должна закладить всего тысячу рублей в год. Две тысячи. Две тысячи. А, два тысячи. Себе задали, что ли? Нет, мы две команды. И как раз это и делается для того, чтобы под одна из работ, на самом деле очень большая. Я ее вижу каждый день. Когда наш судейский комитет сидит и собирает протоколы. Целую неделю у них есть еще работа. Занимается тем, что он сводит тот, тот же лидер отсутствует. И это, опять же, человеческая работа, вы понимаете, не может быть, не ошибок, кстати. Поэтому предлагается, вот мы, я думаю, что Антон вводит это все в МНПЛ именно для того, чтобы в этот же день, как закончился месяц, компьютер выдал количество игр. Это все работает. Это все работает. Это все уже отместировано. Давайте я буду вам сказать. Мы надо готовы, чтобы арбитры действительно чувствовали себя комфортно, и секретарь прописать договоры, наши обязательства со штрафными санкциями по дате группы. То есть, если не получаются игровые санкции. Не, не, не. Понимаешь? Вот это все. Ну, может, для себя. Вы что, Александр, не найдете? Может, для себя. Еще раз. Для людей, которые... Могу сказать? Могу сказать? Извините, я просто перебью. Если вы хотите страхнуться, то, пожалуйста, я вам рассказываю систему, как работает ФРД. Каждый день платит взнос за то, что он обслуживает свой собер. Мы с вас не берем ни копейки. Весь взнос, весь сто процентов идет на ваше обслуживание. Чтобы вы знали, может, вы не знаете. Федерация не берет клубов дней одной копейки. Вся наша работа, она заключается в том, что мы свои деньги вкладываем, чтобы обслуживать, в том числе, и бухгалтерию. Просто поймите, что тогда вы должны платить взносы. Заработают люди, работают каждый месяц, они получаются на наших платах. Это не завершая сеть. Мы не будем через вас платить. Мы же можем сами тогда напрямую, если вы на дистанция не тратить деньги, чтобы они не тратили деньги. У нас денег нет. Никакой-то имени не затрегут. Надо разомкнуть трубу. Есть определенная. Давай разомкнуть. Точнее. Все понятно при денег, на самом деле. Вот я вам могу сказать, что когда я у себя в контроле своих сотрудников вводил мобильную зарплату, и заставлял платить налоги. И была напрямая система, там люди раз в неделю деньги получали. А потом, значит, они просто стали получать их два раза в месяц. Им было неудобно, они спротивлялись системе. Я хочу сказать, что любая система, которая вводит... Скорее, эта система не делала? Ну, я перевел ее быстро, поскольку я могу волонтаристское решение принимать. Вот. Значит, я могу сказать, что любая система, которая касается большого количества людей, принимается ими с неприятием. это нормально. И сделать так, чтобы все были довольны. Значит, система единой оплаты судьи из единого центра, она правильная. Да? Потому что она... Он согласен. Вот. Значит, я не очень понимаю, насчет каких средств МБЛ будет учить этот протокол, да? Точно так, что ты же должен понимать, кто тебя отсудит. Вот. И второй момент. Я не хочу ситуации, в которой мы были... Если не изменяю память, лет 8 назад, когда у нас была, например, структура коммерческая, да? Которая ни от кого не зависела, да? Которая была абсолютно самостоятельной. И которая в какой-то момент отказалась судить МБЛ, да? Я не знаю. Помнят ли все эту ситуацию? Леша не было тогда еще... Ты по-моему... Ты по-моему... Ты по-моему... Просто мы не повысили зарплату, да? Просто мы не повысили зарплату, да? И сейчас поймите, да? Вступая в отношения, да? Помимо эмулирующего органа, да? Мы взрываем их. Бум! Нам в итоге в какой-то момент выкрутят руки. Ребята, вы теперь платите нам напрямую? А теперь ваша игра стоит столько. Подумайте в этом ключе. Да? Так и будет через... Мое предложение... То есть, вам отвечает арбитру, которые чаще отказываются приезжать, и итальян, которые с каждой... Значит, мое предложение... Мое предложение... Докатать систему. Как только система будет докатана, да? И всех не привыкнут... Просто поймите, Мин... У тебя же есть своя компания, бизнес, правильно? Да, конечно. Ты в своем бизнесе, если что-то будешь докатывать три года. Чего докатаешь? Мин, я иногда и дольше докатываю. Это очень сложный процесс, который... Отвечает арбитру мужчину. Да. ...правление в судейский комитет. Да. Который можно сказать? Именно. 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 Кстати, кстати... Илья Ильич, а может быть, ты говорил? Очень важный момент. Ребят. Значит, ситуация раскачивается только тогда, когда ее можно раскачивать. Судьи подходят и спрашивают, когда они понимают, что их здесь поймут и начнут что-то придумать. Если ситуация будет без альтернативной, они привыкнут, поверясь. Да? Люди привыкнут и начнут в них совершенно спокойно жить. Так устроен мир. Да? Вот. Поэтому ситуация... Я считаю, что нам нельзя отступать в ближайшие отношения с арбитрами. Да? Да? Я не слышу, что вы говорите? Я не слышу. Мы говорим об уровне организации чемпионата. То есть арбитизация упадает, когда мы перестаем выполнять наши обязательства. Когда они не получатся. Когда они не получатся. Все они не в сроку. Это связано с нами. Все русские сейчас направили на то, чтобы система работа нашей с федерацией была такая, чтобы они получали эти сроки. Если нужно что-то скрыть, давай я отключу. Вот. Не вопрос. Проводяйте. Проводяйте. Университет аналогия распространяется на всю российскую операцию РНГОЛА. Где все судья будут в одном ключе. При этом я уверен, что регионам тоже сейчас имеют подражения. Я вам говорю вместе, давайте. Есть вопросы? Мы не решили, а все решили. Нет, нет, нет. Вы сейчас, потому что мы как раз, значит, уважаемые, смотрите, мы сейчас поняли. Мы сейчас не говорим о водителе федерации. Давай, мы, я скажу, не облик, но очень мало. Маскорде, у нас это среди экономии времени, мы поняли, но я хочу огласить еще вопросы, которые у нас, родители, в ходе прошлого сезона, чтобы мы их обсудили в комплексе. То есть вопрос судейства, статистиков, столиков, комиссаров, он не единственный. У нас есть, ну, мы его недообсуждали, понятное дело, я повторюсь, как я вам себе писал, мы готовы, мы хотим договариваться, мы просто хотим найти точек соприкосновения. Наряду с этой проблемой, которая была в прошлом сезоне, у нас есть еще одна проблема. Между нами и Федерацией Скидлово-Москопы был подписан договор на размещение баннера на сайте МВФ. Значит, есть договор, он подписан, значит, все, значит, по этому договору генерация должна была перевести МВФ на определенную сумму денег. На данный момент эта сумма оплачена менее чем половина, и просрочка договора составляет более трех месяцев. Я, когда еще, ну, когда она была очень актуальная, то есть, когда нам нужны были средства на покупку призов, я неоднократно звонил, я, кстати, у нас было собрание, я подходил, мне, ну, в принципе, ну, практически вариант два, то есть, мне сказали, что мы решим этот вопрос, значит, ну, как бы денег на самом деле до сих пор нет. Мы, честно говоря, ну, то есть, у нас есть договор, мы не знаем, как подписывать новый договор, если у нас вот есть, ну, задолженность более чем половина по старому договору. Сумма, объективно, не очень большая, но 45 тысяч, то есть, общая сумма 80 тысяч, нам оплатили 35, остальные 45, ну, мы... Ляш, в договоре прописан претензионный порядок, как бы, как бы, по понятиям или в правовом форме? А, нет, да, мы можем подать три претензии в суд, сам... Подали эти претензии? Нет, мы не подали, естественно, мы хотим. Но зачем нам это? Мы же все понимаем, что это вот как раз раскачивание, о котором ты говоришь. Не раскачиваешь. Да, нормально. Нормально. Так, то есть, Капитан Чемпионов, ты предлагаешь сейчас подать на федерацию... Смотрите, мы не хотим... Я предлагаю, что федерация официальная... Давайте, пожалуйста, кстати, формируем. Первое, здесь, Девушка, вы все время говорите, вы не как друзья, а вы как родители, понимаете? Я же вам, как бы, приходил в федерацию, я же стою. Что, у тебя геморрош? А, один человек стоит, сразу геморрош? А у вас с ногами проблемы? Значит, я хочу сказать о том, что... Начинаем еще время с позиции граждан. Значит, почему те деньги, я вам могу сказать, не перечислялись? Причина очень простая. ГСК получила информацию от вас, что работы ГСК оплачены вами и будут. В связи с этим ко мне обратился Леонид Ильич Чудин. Сказал, я должен знать, есть, но это была информация. Давайте еще собрать понимание. Я сказал, что хорошо, давайте тогда подпредежим, как только ГСК будет оплачен, мы эти деньги вам оплатим. Вот если они сейчас оплачены, работа ГСК, я с удовольствием перечислю вам эти деньги на счет. Мне просто надо знать, оплачен. Ну, понятное дело, что это вот, если, я сейчас первый раз, естественно, в прошлое разы у меня все ответили, что вопрос будет решен в ближайшее время. Ну, получается, что вы оплатили, да, у нас там есть работа, полный заплатили, но на равенномерно еще, даже если вы, я договорюсь, мы договорились, мы договорились, мы общим собираемся, вы говорите, кому свидетели, что у нас бюджет положено, мы платим фиксируем, вторую половину по результату нашей работы в виде кредии, может быть, вы получено, а может быть, вы получено. На не субъективный фактор, как мы на общин собираемся обсуждали, было бы решено, что Сазонов заслуживает эту премию, Сазонов она будет получена, только рефим. Поэтому премиальный чек-класс будет вы получен, только от Антона Сазонов. Будет ли вы получен? Да, у нас Антона, я помню, что вы получили деньги, понимаете ли, первое, правильно, у них есть эти деньги, у Антона совершенно не связаны, у Антона Сазонов не связаны, у Антона Сазонов не связаны. Разные договора, разные сейчас говорили. Значит, кто это? Ну, как, давайте, вы включаете самому строительный аппарат или того, чтобы решать... Это юридический аппарат, я не знаю. Давайте так раз. Значит, во-первых, во-первых, хочу сказать, что здесь ничего не делается. Я даже слушал работу всех на листах, окончательно. Здесь она работала на листах по Антона Сазонов очень хорошая. Но, как я и опекаж, понимаете, что, предварительный не творительный принимает чьи. Вот. И ваше мнение, аппарат, кто принимал, кто из-за антонсалисе. Вы принимаете... Я вас назван в вашей армии. Поэтому я обратился к руководству федераций, потому что оснований для невыплаты премиального фонда, как его называют, БСК, оснований не... А вот в этот раз обращались к нам? Значит, на ту работу, которую провели, провело БСК в этом сезоне, ваше субъективное мнение. Мы провели на очень приличном уровне, потому что до этого, когда Михаил Абрамович Лакшин проводил несколько лет в качестве плановых людей, тоже не выплачивалось зарплату, то же самое, ну я имею ввиду премиальные, или как они там у вас называются, то же самое, потому что по каким-то личным претензиям у вас исходило только одно, а мы не зарплатим. Все, это ваше решение. Прошу вам, пожалуйста. Значит, я не знаю, я только... Я посвящаю то, что там не оправим. Мне кажется, ситуация нечистая, с обузой сторон давайте. С стороны федерации, с стороны БСК. Послушай меня сейчас, я... По этому поводу это надо... Нужно просто признать, и сейчас с больших вопросов, в чем нет. Собой федерации, да, вообще есть... Есть обычный пример, он взаимозачет. Нет, 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 зачет. Так, давайте, пожалуйста, выслушаем Антона, он уже который раз пытается взять слово, и не будем его перебивать. То есть, я уже сказал, что то, что я гораздо помню, мы ее решили на заправленное, когда мы утверждали состав ГСК, и мы это решили, что у нас будет два человека, которому мы будем платить личные деньги наших МБЛС. То есть, это деньги, которые мы снимали с наших МБЛС, и мы договорились, что мы будем платить, если я даже цифру не помню, 5 тысяч, там включается, по 5 тысяч. Мы будем платить ежемесячно, как 5 тысяч, если деньги были выплаты, выплаты, да, и мы больше тысяч не договаривались. Мы сказали, что мы можем выплатить премию, мы с наших денег можем выплатить премию дополнительно, в случае, если мы решим, что они сейчас работают хорошо. Сейчас, значит, спор идет вокруг того, имели ли мы право принять решение, что они этого не имели, только вот так. Вот, четко фигурировали суммы, чтобы была зарплата. Эти суммы и токарю, и садоку были полностью, потому что, более того, если нужны деньги, то их не можно выплатить. Это все переводилось. Поэтому, сейчас, я скажу, что эти вопросы посвязаны. Они связаны? Ну, до этого момента мы их не свернули. Это, конечно, укладывали. Естественно, долгие все должны быть погашены. Имеете ли вы право признать от нашего лица, что работа была некачественной или нет, то есть вопрос, что задание. Так вот. Я думал, что и нет. Мы год назад об этом договорились, что мы принялись, по крайней мере, в своих решениях, и немногие когда обсуждали, например, работу сомневанного. Удовлетворительных, а то, что он не будет работать. Да. Я не знаю, я доволен. Теперь я вам могу сказать. Вот для анагаза. Для того, чтобы мне вам в честный день, а я ввел на себя, свое собственное обязательство. дать вам вашу команду МБР 80 тысяч рублей, эти ребята прекрасно об этом знают. Я говорю, ребята, в принципе, лучше, конечно, это закрыть договором, что я вам дал, а вы размещаете вот такой вот веточный квадратик у себя, который, если бы Антон прекрасно знает, и я как рекламщик, знаю, сколько это стоит. На вашем сайте это стоит приблизительно 500 рублей в месяц. Посчитайте, 6 тысяч или 80, да? Значит, я, тем не менее, сказал, я хочу вам помочь этими деньгами, я вам помогу. Когда вот этот вопрос стал, раз вы его понимаете, да, я еще раз говорю, я буду всегда отстаивать позицию такую, что раз вы обещали, тем не менее, давайте, ну хорошо, не обещали, ну хорошо, не обещали. Тем не менее, я еще раз повторю, я эти деньги, которые я даю безвозмездно, фактически, я их дам МБР. Но мне бы хотелось, чтобы вопрос был положительно закрыт, судьей, там, Топоревым, Сатреновым, но это будет уже на ваше усмотрение. Завтра, там, вам и Семенову, послушайте. Правильно я понимаю, Саша, федерация поднает долг юридический, будет его гасить. Независимо, он будет закрыт. Мне кажется, вопрос закрыт. Но я хочу сказать, что дальше у меня большой вопрос, вот при вот этом отношении людей, когда вам помогают деньгами, причем практически, эти деньги, я повторюсь, они мне не с воздуха приходят, да, и бюджеты предупределяют, я их должен найти. Я их для вас нахожу, чтобы помочь с теми же самым дизайном. Я, между прочим, вот вы проберите финал, я их все оплатил. Чтобы было понятно, это, уже 20-15 минут, я сейчас закончу. Я оплатил то, чтобы команды играли финал, и длительный финал, да, в теме реальность, скажем. Посчитаете стоимость часа, вы можете приблизительно понять сумму денег, которые мы оплатили в 50 тысяч рублей, плюс к тем 80, которые я обещал, да, и эти 45, я вам еще раз говорю, завтра мы должны вам перечислить, поэтому я же прошу, вернитесь к теме токаревых и сазоновых и оплатить. Ну, тогда решайте это, решайте. Вы точно оплатили, если бы вы оплатили, то они снизили, еще раз, если бы вы оплатили, если бы вы оплатили, вопрос поднимите. Друзья мои, давайте вы сами решайте, да. Я специально для всех говорю, что, друзья мои, еще раз, если кто-то думает, что бюджет выделяет на любительские соревнования какие-то деньги, я вам говорю, нет. Этого нет. А будет, Саша? Вы знаете, мы будем, мы работаем над этим постоянно, но, к сожалению, в период, когда происходит ситуация, которую вы знаете, экономическая, я вам могу сказать, что это реально не только в нашем департаменте спорта, да, это во всем департаментах, почту, звездка, бежу, все финансовые составляющие. Деньги выделяются исключительно на соревнования спортивных школ и на, причем по отчетным ставкам, да, под контролем каждой игра и выделяются на отборочные всероссийские соревнования. Все. Даже если вы не даете, вы ведете, да, не все? Нет. К сожалению, пока нет. Просто Кирилл, что его приоритет массовый спорт. Да. И мы вместе с ним будем на дно сомнением. Да, но, к сожалению, это не так быстро, не так быстро происходит, как хотелось бы, даже при том, что у нас такой хороший руководитель. Давай, Леша, еще раз. Да, ну, значит, я хочу, значит, обмолваться, что речь про... И мне хочется спросить, а может, что-нибудь хорошее про федерацию скажем? Давайте мы... Сейчас на стане, чтобы мы с вами проводим, да? Да, на данный момент тоже пока еще хорошее вы сказали. Кстати, всегда, ты предыдущие два совещания начинал с благодарности вам и всем людям, которые... Вы просто на это почему-то не обращаете внимания. Потому что на это не привыкли друг друга благодарить. Не привыкли, что с вас сменно благодарят. А я еще раз говорю, вы делаете огромный труд. И стараюсь вам за это спасибо, потому что вы это делаете. В Москве... Какое дело, что вы иногда, бывает, заблуждаетесь, но для этого... Мы советуемся и стараемся. Вот, значит, в Москве, понятно... Мы не братьи. В Москве, значит, давайте... В Москве, помимо ЛЧФ, существует еще соревнование, которое федерация, если бы у нас, ты знали. И там тоже идет оплата наличных совсем, в том числе Чемно-Белая лига. И другие соревнования. То есть мы этот вопрос уже обсуждали. Снова, стоп, стоп. То есть мы с вами не обсуждали. Я к чему не делал и не знал. Обсуждали, если бы она не забыла. Мы уже обсуждали. Вы спросили, где она правда. Вы сказали, что будет. Кто там играет? А? Кто там играет? Там судят судьи, как раз. Судят, тебя не играют. Те, кто не играет, не готовы платить наличные. Там белый год и в черный. Да. Сейчас нас это, Валькарик. Ладно, в общем, мы понимаем, что это не акцент. Значит, мы понимаем, что есть какие-то двойные стандарты. Мы, естественно, не хотим этого. Но если мы оплачиваем наличные... У кого есть двойные стандарты? Скажи, пожалуйста. Что? У кого есть двойные стандарты? У федерации. То есть, Кемно, у нас мы готовы 100% узнать, что есть арбитарь, которая сама... Я не знаю, я тебе задаю вопрос. Ты думаешь, что это? Ты меня начинаешь объяснять, что игра... Папа, краска наслуживает игры в черно-белые и нет. Запиши подробно. Всё, извините. Всё. Всё. Что за них-то, скажите? Скажи, кто такой стандарты? Я знаю. Пацаны, я спросил у него. Значит, важный вопрос. Я говорю, что между нами был зашучен договор. Как вы понимаете, договор был единый. о проведении чемпионатов и мужского, и женского. Соответственно, в нем, в «Куре черно-побелу» прописано, что приоритетное право на проведение чемпионата города Москвы женского имеет московская баскетбольная лига. И так получилось, что мы постфактумы узнали, то есть тем, которые мы поднимали на прошлом собрании, и, к сожалению, не совсем все руководители, в том числе и партийные команды, как бы оценивают важность этому. Но мы занимаем не только мусской чемпионат, а стараемся развить бренд МБЛ, именно Московской баскетбольной лиги. И мы понимаем, что на каком-то этапе нас не ставят в курс дела, и этот чемпионат, и этот чемпионат просто отдается проводящей организации «Васкет-3 тысячи». А мы... И куда у тебя такая информация? Сайтов «Васкет-3 тысячи». Сайтов «Васкет-3 тысячи». Мы уже это обсуждали с нами в прошлом году. Договоры... Мы не понимаем, что я в поведении чемпионатов. Хорошо. Вот смотрите. У Вас... Там, не знаю, коммерческие, а не коммерческие. Какие у Вас соревнования? Для того, чтобы... Федерация что-то посмотрела, надо для этого, чтобы Вы в нее обратили. И дали свое предложение. По мужскому чемпионату я присутствую, но Вы тоже не обращались. По женскому чемпионату Вы тем более не обращались. Уровень проведения в прошлом году женского чемпионата федерацию не устраивал. К нам обратился фонд «Васкет-3 тысячи» с письменным обращением, которым он просит дать им право проведения женского чемпионата. На что им официально отмечено? Что готовьте, давайте все условия, описывайте, кто у Вас будет играть. Я не знаю, может вообще разные команды будут. Понимаете, да? Поэтому давайте... Вы знаете, что предыдущий договор, в котором было прописано, что приоритетное право проведения следующего года остается за НБР. То есть Вы ждете от нас заявки, а Вы можете без нашего, ну как бы, вообще постановки на спину дела отдать этот чемпионат куда-то следить. Правильно я понимаю? Отсо. Если договор закончен, то да. Да, но в договоре прописано, что на следующий год приоритетное право будет... Ведерация только что сказала. ...даваясь в чемпионат. ...даваясь в трое подадут заявки, если не подаем, то и не заявки. Я хочу разобраться. Я буду заявку, будет у тебя приоритетное право. Что? Ты когда-нибудь пробивал, ты кого аренду идешь? Да, где у тебя есть приоритетное право. Договор аренду подбивал тогда? Если ты письмо не напишешь за месяц, о том, что хочешь продлить, то это приоритетное право здоровое. Ну как бы, это нормально. Если будет три заявки, Ваша будет приоритет. Если Вы хотите заявку. Друзья мои, я... ...назел мне уже, извините, я опоздал уже обязанную навстречу, сдал... ...давал... Да, как обещается. ...вот... ...вот... Ну признайся, Саш, ты пасовал пасованьчик единогласно? Двести. Ну скажи честно. А Вы видели, что пасованье снималось прямо... ...оно было закрыто, ребят? Оно было закрыто. Да, и ты снимал. А листы выкладывали все стояния, то есть на столах при всех людях под видеокамерами. Мы тебе сравнились. Ну прости меня. Друзья мои, еще раз хочу всех поблагодарить. И хочу призвать всех к единению, к содружеству, но к соблюдению правил баскетбола и нормам принципов, которые мы докладываем. Мы с Вами все живем одним любимым делом. У нас могут быть, для этого мы и собираемся. Вознагласия, мы можем что-то обсуждать, но есть ключевые моменты, которые мы с Вами обязаны выполнять. Я Вас благодарю, если какие-то еще вопросы... И давайте на всем сделаем геймеры и связи. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Все молодцы. Ух... Че, минут 10? Не то, что проблема по недопониманиям с федерацией. В прошлом году команду напрямую оплачивали услуги и, значит, судей, комиссаров, статистиками, историками. Прямую федерацию и, вот, мы точно понимаем, что есть команда, участники прошлого года, которые не оплатили либо частично, либо полностью, да, плей-офф, либо часть. Правда, что? Ну, у нас есть, так сказать, понимание того, что... Мы наверняка не знаем. Да, мы наверняка не знаем, что есть. Мы Вас всем призываем это сделать. Перепроверить суммы и объясню Вам... Вот я сегодня написал почту, в чем... Да, мы можем помочь с расчетами, объяснить, как это делается. И я Вам абсолютно точно могу сказать, в чем могла быть ошибка. Значит, федерация рассчитывала сумму оплаты игры средней. Понимаете, да? А она разная. Гостевая и домашняя стоят разных денег. Если все сложить, выделить по полам, разделить между командами, это неправильно. Больше должен заплатить кто-то. Понимаете, да? То есть, 3 июля, правильно? Да, ну, больше не было дома. Соответственно, это может быть первое расхождение. Второе расхождение — это просто не обращение федерации к Вам до какого-то момента. Сейчас прошло уже достаточно много времени. Кто-то забыл. То есть, понятное дело, что, я Вас называю, да, так уважать труд людей, которые работали, арбитры, которые Вас обслуживали. Это особенно касается команд, которые пошли далеко. Ну, то есть, плей-офф. Ну, я через себя платил. Я не знаю, что... В общем, значит... Кажется, в Ассо, конечно. Есть прецедент. Просим Вас по возможности пересчитать эти суммы, связаться с бухгалтерией федерации через Леонид Юрьевича. Я уверен, что он готов с Вами перепроверить эти суммы. Опять же говорю, что если у кого-то возникнет вопрос, я могу объяснить, ну, в частном порядке, как считается сумма, в чем разность этой суммы. И все финальные игры дивизиона АГУ, вторых команд и основных составов, матчи за третье место были оплачены с вашим взносом. То есть, эти деньги не считаются. Эти деньги МВЛ оплатил. Вот все остальные, прошу Вас перепроверить, потому что абсолютно точно есть расхождение. Итак, мы продолжим по регламенту. Мы поняли, что у нас есть много камней прихотновения. Но давайте сейчас вернемся... А? Мы решим по судейству. Значит, вот сейчас вот все, что мы проговорили, в том числе с Александром Геннадьевичем, с Данем Юрьевичем, мы высказали, вы понимаете, что у нас есть... Мы честно хотим договориться, что у нас есть некоторое расхождение. Расхождение в понимании, то есть, там, жалобы от арбитров, жалобы от МИП, там, значит, статистики, все остальное. То есть, мы все это готовы обсуждать и выслушать вас. Но сейчас первостепенно для нас, ну, как вот первый вопрос в повестке, это обсуждение членства в МВР под вывод нового члена. То есть, мы сейчас столкнулись с проблемой. То есть, она немного персонифицирована. То есть, я имею в виду, что есть люди, которые не совсем это понимают и просят нас, так сказать, сделать это все по уставу. Мы с вами договаривались, особенно в контексте двух дивизионов и теоретически, возможно, создание третьего дивизиона в будущий год. Мы сейчас, честно, не знаем, какое количество команд, потому что кто-то у вас объединился. То есть, изначально у нас был предварительный заявок в дивизионе А-10, в дивизионе Б-15 команд. То есть, понятно, что сейчас они сократились, мы это не понимаем, да? Но, тем не менее, мы понимаем, что в следующем году количество может еще возрасти, теоретически создание дивизионных целей. Объясняю на пальцах. Руководитель, член МВР является... Лаптев Сергей. Команда Куба Торпеда. На будущий год Лаптев Сергей, ну, команда Куба Торпеда, сохраняется больше места дивизиона А-10. Но Лаптев Сергей решает, что ребята с торпедами больше не нужны. И у Лаптев Сергея остается команда дивизиона А-10. А все ребята из торпедов идут дивизиона А-10. И никакие претензии мы уже тогда не примем. Вот сейчас вы должны понимать, что от каждого клуба должен быть один член МВР. И именно с ним мы ассоциируем эту команду. Это тот человек, который подписывает заявку. Это тот человек, который имеет право подать заявку. Сейчас это все напоминание того, о чем мы с вами уже договорились. Это только одна ситуация, наиболее острая, которую я сейчас описал. С полным розыгрышем всех мест в дивизионе А-10, которые прописаны в проекте регламент, который я вам разоснул, может выйти еще больше Чехар. Соответственно, и с пониманием того, что можно хоть документы, удостоверяющие оплату аренды зала предоставлять, но мы все равно сейчас здесь на директоре договариваемся. И мы все должны понимать, на это нужно акцентировать внимательно. Соответственно, если я привел к примеру IT, в объединении команды IT-MVU, значит, у нас есть на данный момент два члена МБР. Это Андрей Полевич и Роман Лебедов. Согласно той переписке той информации, которую мы имеем, членом МБР от объединенной команды IT-MVU становится УДН-ПИМГИ. Соответственно, мы принимаем одно заявление на вот УДН-ПИМГИ, оно у нас уже есть, и на УДН-ПИМГИ от Андрея Полевича, или от ИИ, точнее, от Романа Лебедова. Роман Лебедов, к сожалению, в открытой форме, то есть нормальный план, ну, по таким достаточно космическим причинам, но он его не подписывал. Ну, я не знаю, какая ситуация будет у нас, я объясню это просто вот на примере конкретно Романа. мы разобрали, разобрали эту ситуацию, мы дошли до Устава, Статин перетисывался с Романом. Значит, суть заключается в том, что ввод и вывод в компетенции Совета Лиги. На данный момент в Совет Лиги входят Лесных, Антонятов, Курзоян, Зимит, Панкратов. Значит, да, Пол Статин. Значит, соответственно, мы все отлично понимаем, что это не какое-то наше, там, вот такое вот решение, то есть какое-то самодурство, но мы понимаем, что от одной команды двух членов МБЛ не будет, потому что мы можем попасть в эту ситуацию, описанную мной. Когда у нас два членов МБЛ, говорят, моя команда, моя команда. Влезть внутри команды, а уж тем более решать какие-то финансовые внутренние ситуации. Понимаете, что это неправильно. Соответственно, мы готовы вывести, то есть мы сейчас это не скрываем, мы открыто вам всем говорим, что вот все члены, значит, есть список членов МБЛ, вне зависимости от того, написали вот письмо на вывод, как это сделал в том числе Борислав Гуляев, и Максим Бойков теперь представляет Бизонов в членов МБЛ. То есть вот эта процедура будет проведена для всех. Соответственно, те, кто новые команды еще не написали это заявление, мы их принимаем. Обращаем внимание, что именно член МБЛ имеет право, голоса, в принятии судьбонесных решений. То есть это, выжить. Да, у нас это. Можно упростить ситуацию, мне кажется, с другой IT. Вот. Снова вопрос понятно. Снова вопрос понятно, это 40 тысяч. Я просто думаю, что в членом МБЛ становится человек, который подписывает заявку и вносит карантийный взнос. То есть в романе люди хочет внести 40 тысяч за то, чтобы подзываться членом МБЛ. чтобы общие собрания у нас всегда была коллизия. Решение приема общее собрание членов МБЛ и решение приема общее собрание руководителя команды. Эксподент мы решили выровнять полки. И в прошлом сезоне у нас ровно так и было. Члены МБЛ были только руководители команды. Соответственно, в этом году мы хотим просто это сохранить и не платить ненужных членов, которые потом будут решать их уставы, собирать флору и принимать какие-либо решения по квалифицированным большинством. А ведь есть у нас действительно сложные пункты, по которым только квалифицированным большинством можно принять решения. Есть где простое большинство. Согласны. У меня вопрос, Сад, на федерацию. Вы не понимаете? Федерация для этого, как нам рассказал Александр Геннадьевич, о федерации, мы присоединились. Это на прошлом собрании, кстати. Мы не знаем, мы не обращались до шестого чемпионата и за заявление нам не здорово. Мы их будем принимать? Нет, если не надо заявление о входе, мы обсудим с Советом Лиги. Да, мы соберемся с Советом Лиги, естественно. Конечно. Это все уставы. Уставы. Это минируется. Баня все равно. У нас есть еще компоэн. У меня есть оборудование, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Я не знаю, что касается членств, если это станет вопросов, мне хотелось бы после этого обсуждения вы перешли, если есть, какие вопросы касаемые сомнительства, потому что мне все-таки сейчас ехали за 200 км, поэтому я прошу, не менять, у меня нет вопросов, смотрите. значит, тогда, смотрите, я сегодня с утра, я сегодня с утра, сегодня с утра спросил, вот какого характера носит наше сегодняшнее собрание, почему, собственно говоря, мы не приглашаем куда-то представителей федерации обсудить все наши пункты, мы должны принять наш общий регламент, мы в течение, ну, постараемся двух-трех дней все это дело свернем воедино, вам разошлем, подключим, естественно, это обсуждение уже нашего конечного варианта ящика Дмитрия Евгеньевича, который, сам спасибо ему, высказался, значит, помочь нам с этим. Естественно, мы разошлем вам, Александру Геннадьевичу, и все будем обсуждать более уже в коротком нашем, так сказать, кругу. Мы готовы с советами, я в том числе вам сказал, что Антон Кеминар выжил в школу, готовы привлечь к этому, остальные, если кто хочет, просто чтобы мы были не очень большим, и когда уже совсем мы примем регламент, мы его, когда уже договорились с федерацией, мы поймем, что мы готовы договориться с федерацией, потому что у нас есть несколько вопросов, да, в том числе и по судим, такие, нарушения закона, как мы говорим Александр Геннадьевич, в общем, и мы и дадим, что есть федерации. Ну, да, этого не отнять, согласен. Вот, значит, вот, собственно говоря, потому что мы в любом случае, что бы мы сейчас не приняли, до чего бы мы сейчас не договорились, это будет еще несколько раз обсуждаться с вами. Поэтому мы собираемся сейчас, 27-го, а стартует у нас только приендарю, который, уже я, как бы, накидал даты, он у вас, 17-е число, четверг, это старт нашего чемпионата. Соответственно, возможно, партнерей Суперкубок, да, среди этого, мы тоже постараемся, но это не совсем увидимся. Значит, собственно говоря, мы пойдем по пунктам, поэтому, просто, вот честно, у меня очень много и петенок, и замечаний одно, какие из них по судьям, мне надо перечитать весь текст, да, то есть, это, я могу, если вы хотите какое-то общее слово сказать, давайте, и про это дальше. Текст, я знаю, ты не знаешь, уже рассказал. Могу сказать, что и лидович. Если у честных регламентов , есть какие-то претензии . Если у нас не надо, то, 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 Но это и есть в регламентах всех, чемпионат России и самым. Это снова будет чемпионат России? Да. На Сочи, да. А я не буду спорить. Выслушаем. Хорошо. Да, 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 да. Вот какие-то, какие-то судьи теперь говорят. Значит, второй вопрос – это оплата судей, потому что уже на протяжении трех лет на суде получают за 1 000 рублей. Это и сибирь, и новая эмиссия. Это так оно и есть. Поэтому мое предложение – это 2 000 рублей, с 1 000 рублей, с 1 000 рублей, с 1 000 рублей, с 1 000 рублей. То есть, по-другому? Да. По-другому, в прошлом разу по нам обсуждали, это предполагалось для рожейских инфляций. Какого у нас с вами конца у нас? Я бы дождался статистики этого года. Опять же, я вам приведу пример, что игра отборочных соревнований, которые немедленно важны в чемпионат России среди детей в 2003 год стоит 2560. Для Олега Юрьевича. Мы сейчас для нашего предложения. Поэтому… Мы не поднимем вам деньги. Мы все точно говорим. Не, плюс, по всему всему… Ветеранцы, это не ваши, ваши, кем-то, конечно, да? Не, не, ветеранцы. Ветеранцы, это уже не с кем-то, это введение… Хорошая жизнь. Все, все задайте, все скажем. Ну и еще, если на слух прожить, какие у вас личные по судействию, если выставить? По судействию у нас единственное, вот этот механизм, который, а? Ответственность за неявку судей, потому что у нас непонятно, что до сих пор ответить. Много его нету с нами уже, но Алексей Скоголев все еще интересуется, кто ему оплатит аренду зала, которую он оплатил, а судей не принял. Собственно говоря, три часа, по комиссии назначений, комиссия назначений признала эту ошибку, но тем не менее мы приняли его, а главному судью не приняли. К сожалению, я могу сказать только так, что в принципе это не рабочий момент, а это такая ситуация, которая действительно из-за разряда вам подходящая. Вот, а они, эти ситуации встречаются во всех сторонах. Что ты делал, как ты делал? Ну, в данной ситуации я не готова смотреть. Вот моя игра тоже говорит. Значит, надо как... Значит, надо как... Значит, я как отходил, вот мы 31-го часа, кстати, собираемся, я собираю комиссию назначений, комиссия назначений, комиссия назначений, вот эти вопросы... Не, просто, я и конкретно, где, где-то, нас? А это не наша зона, а это зона, а это зона. То есть нам... Мобалин, да. Слушай, да, когда подписывали договор не в прошлом году, а поздно, потому что в году первый раз в Федерации, после того, как она стала углавляться, была речь о чем. Значит, в договоре, как нам было сказано, вы составьте текст, а мы его посмотрим. Значит, в договоре, как у нас и я, было прописано права, обязанности и статус. Ну, как бы, стандартную позицию. Значит, на выходе, мы получили после правки Ященко, значит, Федерация делает то-то, 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 МБЛ делает то-то, то-то, без всяких прав и обязанностей и статус. Без ответственности? Нас это не устроило, мы возмутились, но сказали, до свидания. Будет так, как я сказал. Дословно. Значит, что было прописано там, в договоре? Прописывалась ответственность Федерации за неразначение судей. Конкретнее. Это все было вычеркнуто. Это все было вычеркнуто. Это все было вычеркнуто. Я просто отзывал, что мы, когда говорили о наличной системе оплаты по судействию, учитывали все эти факторы, которые были за два года, когда страдают командой, из-за того, что сухи не назначаются, да, и они попадают на деньги. В женском чемпионате было сплошь и рядом, оказывается, судил один судья там больше половины команды. Ну, можно меньше половины, но это было очень часто. Вы согласны с этим? Я согласен, но здесь на то, от наших отношений есть объективные причины. Я не хочу сейчас про причины сложить. Я хочу, что делать командам, которые заранее заплатили деньги в Федерацию и хотят... Вы мне задали вопрос. Я не задал вопрос. Я рассказываю ситуацию командам, рубателям командам. Почему мы прописали рекламу такое предложение? Опять же, отлаживая высказывание, что да, кому-то удобно сразу платить, кому-то удобно на месте платить. Это была нормальная практика, я не понимаю, что он в этом плохой. Это не нормальная практика, Александр Геннадьевич? Судьи приходят, секретарь приходят, все радостно работают, судьи приходят хорошие. То, что сейчас происходит, мы говорим, у нас будет хороший суд. Нам помещала Федерация хороших судей. Не все судьи? Не все. Вы, для того же, судьи добавляете, субъективное мнение. Хорошие и оплатие судей. Мы сейчас зайдем на суд. Есть судьи разного уровня. Вот и все. Оплатив и хороших судей не бывает. Все, Максим, все хорошее. Просто покупают. Да, не пьют. Да, не пьют. Да, не пьют. Я считал просто обращение. А вы знаете, по ветеранскому ситуации, какие были. Вообще не приезжали в суд. Ладно, вообще не приезжали. Приезжали дети, которые в 3-4 раза больше, чем люди... Разразили. Разразили. Обратили за то, что он в суде не приехал. Судьи приезжали. Это первый тогда. Федерация получила дети. А цена платили за арену. Если вы на базу, вы не приезжаете через час или два. Арену приходится продлевать. Дополнительные недели. Сначала поймите, что то, что ваши претензии есть, они обоснованы. Но, опять же, те моменты, которые встречаются в прошедшем сезоне... Владимир Юрьевич, вы готовы, чтобы в новом договоре, который мы теоретически готовы, естественно, заключать, была прописана четкая ответственность сторон, безусловно, возврат денег предварительной оплатой всего персонала, если игра не состоялась по имени комиссионного значения, к примеру. То есть, не приехали в суд, и плюс аренда завода. Подтвержденный финансов. К примеру, я приношу... Я не пойду на себя такую ответственность. Нет, хорошо. Вы это должны обсуждать за Александром Миряевичем и Виктором Мисеевичем. Правильно? Это, пожалуйста, вы можете... Мне кажется, в первом... В первой части это реально. В втором части это не способны. В прошлом году это было прописано, а это не в прошлом. Вот, хорошо, потому что администрации могут быть в этих комиссиях. Почему у вас так что делать? Да. А у нас заталкивают. То есть, мы хотим... Ну, ответить слово. Я хочу, кстати. А ответственность должна вести сторона так, но куда? Андрюша, на самом деле, полетать. Жаба говорит. Со мной, естественно, очень интересно это было. А, сейчас. Единственное. А, если назначать? Не единственное. Антон Санвук. А, кто говорит? А, кто говорит? Я назначаю. Я назначаю. Приезжаю на деньги. Я могу вам сказать, что те орбиты, которые вы предъявляете, вот это... У нас, ну, прописано... Ну... Прописано... Ну... Ну... Не положение, а просто комиссия. Этика... Этика... Этика чести и инспортивного судьи. Вот. Поэтому вся ответственность, которая... Все у нас прописано в регламентирующих документах, которые есть в действительных комитетах. И если поступают какие-то жалобы на тех орбитов, которые не имеют... Не применяются санкции, не ваннуются ответы... Давайте так, сфиксируем. Эээ... Департамент сделает предложение по ответственности за сторон... В проекте Релаке, который будет представлен на санкции Федерации. Может так будет? Да. Может они должны ускориться, иначе и сейчас... Вот. Есть ключеволик. Я говорю... Андрей Кринайев сделал предложение. Отлично. Моя решение предложение. Да? Ребята, у нас бюджет НБЛ. Мы сейчас говорим... Давайте не о справедливости, потому что ее нет, да? А о том, как решать проблемы. Хорошо. Да? Значит... Первый момент. Конечно, Федерация не должна получать... Не Федерация, а судьи. Не должны получать деньги, за услуги, которых они не оказывают. И, естественно, эти деньги прижалуются. Они даже... И эти деньги должны быть, безусловно, возвращены команде, в которой эти услуги не были оказываны. И это правильно. Да? Если услуги не были оказываны, деньги должны вернуть. Да? Теперь мы говорим о том, что команда попадает еще на определенные суммы, и это не конкретная команда. В этой ситуации может оказаться каждая из нас. И в моей, кажется, не мир, то, что я вижу, там можно чего угодно подмисать сейчас в Федерации, да? По поводу компенсации аренды залов я же не способен. Это просто бесплатный зал, чтобы не так говорить. А это налог? Нет, нет, нет. Он не пройдет. Мы можем сейчас сколько угодно это обсуждать, но это не получится. Поэтому... Андрюха предложил свою вещь. У нас департамент не отчитывается по финансам. И мы все за это проголосовываем. Да? Секунду, 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 да? Но наполнение бюджета у нас подразумевает еще и штрафы. Да? То есть штрафы это то, что мы платим сами себе за свои же, грубо говоря, посетки. Да? Вот, на самом деле, я предлагаю, Андрюха на самом деле предлагаю, я сейчас его установил. Создать из этих прав некоторых фонд, в том числе компенсация аренды. Команда. Вот таких вещей. Потому что еще раз говорю, в такую ситуацию надо попасть каждый день. Да? И... То есть мы заплатим за ошибку в Федерации. Да. Потому что другого пути к нашей задаче решить проблему, а не достичь справедливость сквозь важный момент. Я понимаю. Вот. Если штрафов не будет, мы соберемся и рисуем так, чтобы они будут. Нет, Андрей, представляйте, мы еще это предложение сделаем. Сделаем там. Вот. Он за первый круг. Я предлагаю решить проблему, то есть. Классно, но это абсурд. Нет. Я предлагаю. Ну мы две стороны. Хорошо. Абсурд. Ты нарушил. Не можем заплатить штраф. Это абсурд, но это будет работа. Хорошо. Федерация должна вернуть деньги за то, что она не предоставила судей. По всей команды мы их судим. Если мы хотим импенсировать, с этим помогать команду, а не воспитывать федерацию беспалейства. Воспитывать федерацию беспалейства. А здесь что мы делаем, если это, допустим, перенесенная на вторую неделю доигровок решающая игра? Перед плывом. Что мы делаем с этим? Вот игра не состоялась на неделе доигровок. Следующая неделя, вот уже все. Статуи плывут. Мы выезжаем за календарь. Мы, наверное, здесь вроде какой-то дифференцированный подход. Я сейчас не знаю. А если мы на земле упадет на теорию? Значит, можно немного сейчас придумать истории, которые, в принципе, смогут случиться. Если они случатся и будут проходить за рамки регламента, мы, наверное, справимся, как разумно не будет. И, наверное, решение прийдет. Хорошо. И ты понимаешь, что вот это предложение, Андрей? Хорошо. Мы понимаем, что команды, попавшие в трудную ситуацию, могут получить помощь от людей. Хорошо. Вот я два раза нападу в сложную ситуацию, и ты не увидишь много видео, не посмотришь много фотографий, и статистика у тебя будет еще больше происходить. Это, понимаешь? Это, к сожалению, реальность, которая не существует. Я пытаюсь решить проблему команды в данном случае. Я в своей конкретной судьбе, пусть всегда потерируются и все. Ну так бывает. Давайте так примем. Что это за фруклицо? Ну что? Да. Мне кажется, никто не виноват. Это человек, пусть играть, да. Если бы это была система, вы потом бы они в день за это оплатите. И потом вы берут проводите. Подожди, три часа. Хорошо. А ты спешу. Хорошо. Мы будем участие. А ты как успокоить? Подожди. Я не виноват. Это коллаз или... Это коллаз или... Это одно. Уважаемый, давайте... Подождите. Послушайте. Давайте один будет говорить. Мы сегодня слушаем. Антон, давай. Поехали. Значит, насчет ситуации. Надо сначала разобраться, кто виноват. Если виновата орбита, то можно узнать. Вот. Если виновата орбита. Если они переназначены и там торгулили, там парик и так и так, то виноват. У них уже четвертая игра, да? Да. Затем. Давайте. Стоп, 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 стоп. Нет. В этой ситуации надо, я так понимаю, сделать... Может, не в районе? Да. Письмо. В этой ситуации наказывается должна сама Федерация. Кто вернет деньги команды? Кто слабоет? Дальше. Я не хочу сказать. Наказывается судья, чтобы ему больше должно стало огромным, состранить на месяц, на два. Это вне нашей епархии. Мы просто пишем жалобы. Хорошо. Что делает, если комиссия назначения? Ну вот. Если комиссия назначения... Например. Она будет в структуре? Да. Нет. Нет. Но оплачиваем... Главный секретарь – комиссия назначения, правильно? Он сам себе выписан. Он не главный секретарь. Главный секретарь находится в составе комиссии назначения, согласно структуре. Вот. И если... Его работу надо... Если он посекнул как сотрудник МВФ, то вы имеете право указательный опыт. Тоже рублем, решением страха, 5 тысячами засчитать. Но это мы и до этого имели. Да. Если это... И партия, опять же, это федерация в Москве. Пишутся жалобы. И федерация в Москве. У нас каждый раз все. Но еще раз подчеркиваю, что деньги в команде не возвращает никто. Правильно. Все это понимают. Вы можете спокойно жрать. Деньги или... Ну, посмотрите. Алексей, деньги тебе никто не вернет. Почему? Да. А вот погадать дальше сам мне. Давайте дальше. Тихо, значит, ну... Сюжистом. Да, да. Может, предложение. Ну, не согласен. Мы же предложили в резервных фонд. Да. Я считаю, что деньги это не оказывают в суд. Да. Скажем, мы должны... Оказывается, не федерации. Ну, да. Но компенсация потерь права... А? Мы тоже, я не могу сказать. Клуб сам напрямую платит федерации и сам напрямую должен постребовать детей. Это вне нас. Вне нашего фонда. А вот помощь в аренде и помощь таких штатов. Окей, я считаю, что... Ну да. Фонд, ребята. Ты хочешь выстроить на голосование создание этого фонда? Я хочу выстроить на голосование две вещи. Первое. Фонд, который формируется из штрафа. Да. Решение, как его тратить, принимается нами. На армию. На армию. Чтобы помогать. Мы что, должны быть собрать? А кто должен... Не-не-не, а кто механизм? Вот, допустим, Канады заплатили на первую часть. Здесь тысяч рублей. Сколько? Секунду. Секунду. Нами сейчас принимается решение. Как этот фонд тратится. Какие нужны. Департамент может его потратить. Секунду. Но теперь? Да. Решать ты будешь по-прежнему пить после тех рамок, которые вы задаете. Нет, я этого решать не могу. Ну не хочешь не решать. Давай, вынесите вложение конкретных. Соответственно, первое. Вот штрафы, кажется, фонд просто дается по штрафу, да, тратится в соответствии с тем, что мы сейчас решим. Я предлагаю, что сейчас... Какой-то фонд? Да. Я считаю, на что он должен идти. На что он должен идти? Он должен идти на погашение ситуации, когда команда попадает в каких-то сложных моментов финансовых. Он должен идти на возможность централизованных покупок мячей, потому что у нас существует определенные проблемы с этим. Мне то удивят, я не покупаю фонд, я уж как-то старый по штрафу. А я каждый год покупаю. Я штраф и должен. Причем. Можно я договорю? Можно я договорю? Можно я договорю? Или это сложно? Договорится. Да. И... Третий момент, это действительно улучшение освещения чемпиона. Но первичная вещь... Мы это не понимаем, мы можем вызвать на голосах категорически против. Но первичная вещь, на что нужен этот фонд, это на помощь команде, которая оказалась в такой ситуации, о которой говорили. Если, допустим, можно сейчас проголосовать, да? Если кому-то нужен этот фонд, да? В таких ситуациях, как мы говорим, Сокровник веков, то можно просто заполнить, наверное, сейчас скинуть, подключить весь канал или подверить. Вот этот фонд был для решетки вопросов. Если всем их нужен. Обезопасить себя. По штрафу. Просто я почему-то, почему речь вот так, штрафы принимаю? Потому что штрафы мы платим сами в СИП и свои же в СИП. Было бы правильно понимать, что это экстра деньги, которые я не запланировал. Эти штрафы идут на вход и ведут 900 раз, если их просто становится больше. И ты хочешь уменьшить количество медийной части и ухудшить качество финала 4 разных команд, за счет того, что кому-то везет за зал, когда дина на это на Федерации. Я с тобой согласен. Но ты говоришь сейчас. Я ничего не хочу уменьшить. Но поскольку у меня нет конкретных цифр, я не могу сейчас с тобой спорить и сказать, на что идут эти деньги, на что идут другие деньги. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Фень, ты знаешь, что в том, что есть залы, допустим, динамо, где цена за час от 7 до 9 тысяч. Мишняков сейчас выстрелит 120 тысяч. Ты представишь себе? Мишняков уже отключился. А эти ребята были договорились с комиссией. За первой турбой он платит нас на 2 тысячи. Это одна команда. А если будет 5 команд, ты 7 умножь на 3, 21 тысяча, умножь на 1. Все. Если ты такой трудный вопрос, то очень важно. Ладно. Давайте вводим. Если мы дальше, мы... Давай. Последнее слово я делал. Единственный вариант, который, мне кажется, рабочий. Если мы хотим создать фон, мы пишем фон, в котором подближаться фон, имеет правую картину. Если не хотят, то вам поможет. Если не хотят, то... Ну да, есть возможность там... Да, если она предвидится на глазах, чтобы много лететь в университете. Это может огромное обстоятельство, которое мешает проведению чемпионата. Давай дадим вам вправо. Вправо на этот пункт. Право, да. Право из этого фонда оплатить, как бы, проблему конкретной кампании. Есть... Кромад, где есть права... Ребята, Кромад, где есть права, обратиться на помощь. Давайте два вопроса ставим по голосованию. Первый вопрос о создании фонда будет, а второй вопрос о правах. Кто этим фондом можно собрежать? Значит, первый вопрос... То есть, если первый вопрос пропаливается, а второй вопрос... Да, второй вопрос. Служен ли такой фонд? Кто за? Из штрафа. Подождите, секунду. Вот так. Мы же не приняли новых членов, собираемся будет собрать. Вот. Служили, да? О чем, о чем хотели собрать? Вы меня опять же извините. Народа здесь больше, чем... Есть право голоса. Второй научник. А если... А мы же тогда сейчас... Служили. 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 Нет, ну на перенаде туда приехали. Мамам, у нас ездили. Я ездил. Не все еще. Вон еще одно. Передавайте. Служили. Итак, кто здесь по доверенности? Или кто точно является членом СБЛ? А, у нас все записано, да. На самом деле, голосом вообще. Роман Бажок передал голоса в Трояр. А почему здесь здесь? Служили. 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 Нет, нет, нет. Подожди, Лех, у вас... Меня он передает сейчас специальную смс, что он не передал. У вас подтверждение-то есть? Да, да. По почте пишите. Поехали. Служили. Служили. Уважаемые, да, кстати, очень рад, что бы письма не было. По почте это все действительно. Если случайно отправили письмо, а в нем мы передали голосом. Защищаем. Давайте. Значит, кто за создание такого фонда? Подождите, мы же не приняли письмо. Да, приняли. Все, приняли. А вывели? А вывели? А вывели голосом? Включили. А голосует Совет Лиги. Совет Лиги. Раз, два, три, четыре. Единогласно же. Про всех голосуют, да? Ну, в общем, мы приняли этих людей. Ура! 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 А, создается, мы объясняем, что виноваты не мы, а создается, что сделаем мы такой фонд из штрафов. Кто еще не понял, на каком фонде идет речь? Формулируй правильно. Кто за то чтобы был создан фонд из штрафов, который бы мы, решением департамента, могли бы помогать в команде относительно хорс-мороренных обстоятельств, хотя мы в них абсолютно точно понимаем, что виноваты не мы, а Федерация Комиссионного Значения, судьи. Бывает. Бывает. Кто за? Я не вижу, как это может помешать. Браво, браво. Это зря. Считай голоса, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Кто против? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 10, 11. Кто воздержался? 1, 2, 3. Денис, это смешно, но в другом месте. Ну, в общем, четверо воздержавшихся, да? Передам Андрей, что ли, прошло? Давайте в следующий вопрос. Снимем работу. Давайте следующий вопрос. Значит, мы продолжаем разбор... А, извиняюсь, значит, про членов МБЛ. Мы, кстати, сейчас отпустили вот эту оговорку. Надеюсь, что мы тоже ее сейчас всех видим. Мы выводим Панкратова Бориса из членов МБЛ. Это все понимают, да? То есть он более не является руководителем женского чемпионата. И выводим его из Совета Лиги, да? Не знаю. Автоматически. Да, про Совет Лиги, да, там мы разберем этот вопрос более детально. Нами выносится предложение, на наш взгляд оно абсолютно очевидное, что членом МБЛ вот на данный сезон становится единственным человеком, который не заявляет свою команду. Это исполнительный директор МБЛ. Константин. Ну, давайте просто проголосуем в таком режиме. Кто за? Кто против? Ага. Евгений, наверное, против. Значит, один против, все остались. Кто воздержался? Четыре... Человек с камерой. Вот. Принято. Значит, идем дальше, идем по пунктам. Если они затрагивают каким-то образом работу судьи, значит, все еще идем по вопросам Петра, а потом переходим к вопросам Антона. И дальше, если у кого-то есть кто-то что-то не написал, почему по их вопросам они наиболее конструктивны, то есть они прислали пункт? А по вопросу оплаты? Ростанович, выводим или нет? Оплаты чего? Судей. Размера? Нет, не размер, а наличную форму. Сложная форма. Я думаю, что мы сейчас... Да, давайте тренируем. Как мы будем облашивать судьи? Ну, налоги или без налоги? Мне просто очень интересно, что мы будем делать, если мы сейчас тренируем налоги? Давайте, это сейчас все-таки сложная тема, мы ее сейчас провентилируем еще раз, да? И мы обязательно с ним проголосуем. Если вы хотите голосовать за какой-то другой вопрос, сейчас надымаем, да? Вы, соответственно, тоже говорите, давайте над голосователем. Еще было предложение про термометры. Давай мы сейчас... Это глубоко. Мне кажется, мы сейчас сотки мнения собираем. У меня второе ощущение. Мы собираем мнения, мы также голосуем. Значит, поехали дальше. Максим, ты хочешь слово? Максим, ты хочешь слово? Да, что там мы снимали? Да, к сожалению, люди с вами простят. Мы с вами голосователем, но оставляем. Вот, поэтому... Да, вообще, это не оспортивительно. Да, Борислав, поэтому не везет. Да, Борислав, поэтому не взял. Видишь, но не везет. Так, что прибыл Борислав. Все, ладно, давайте продолжаем. В случае... Значит, следующий вопрос, который был поднят метро. Значит, пункт 8.6 у кого есть, открывайте. В случае наличия у игроков, тренеров и прочих технических дисквалифицирующих баллов, штраф за них должен быть оплачен до начала следующей игры. В случае переноса эта игра тоже учитывается. Исключением является оплата штрафов по отдельным решениям департамента с отдельно оговоренными сроками. Вся ответственность за учет технических дисквалифицирующих игрокам скамейки тренеров баллов лежит на руководителя клуба команды. За несоблюдение клуба команды не допускается до игры следующего очередного этапа чемпионата. Ей засчитывается поражение и лишение права, и турнировые таблицы очки не засчитываются. Вопрос Петра. За несоблюдение чего? За неоплату технаря? Можно ли вести статистику дисквалов и технарей на сайте? Значит, мы упразднили депозитный взнос, как таковое понятие его. Теперь, если ваш игрок, ваш тренер получает техническое замечание, то, которое вы оплачивали, вы сами следите за его номером, за той суммой, то есть там накопительные 500 тысяч и полторы, две и две с половиной, и сами же, естественно, контролируете пропуск игры. Если вы не оплатили этот штраф до игры следующего тура, ваша команда просто, ну, то есть этот игрок, естественно, не допускается, и ваша команда не допускается до игры. Правильно? Правильно. Значит, в чем идея? Это существенно, безусловно, упрощает нашу жизнь. Мы снимаем с себя проблемы сбора следующих технарей, когда каждый из вас в отдельности пишет, а за что я получил, а когда что, мы оставляем на себе только подсчет штрафов по опросникам. Отдельное решение департамента мы сейчас не затрагиваем, да? Значит, и по опросникам есть три этапа оплаты. Неделя доигровок между первым и вторым туром у дивизиона А. Значит, неделя доигровок после регулярного чемпионата и приблизительно недели или десять дней после окончания чемпионата. Естественно, если вы не оплачиваете штраф после окончания чемпионата, там будут применены санкции, соответственно, по 10 по США. Ну, это логично, потому что как бы полномочия нашего заканчиваются, но фактически вы должны понимать, что это неправильно, некрасиво и античностно. Да, команда сама, извиняюсь, да, возможно, я не совсем понятно сказал, игрок этой команды не допускается. Да, команда может играть, но без него. Вот до тех пор, пока за него не оплатят, он играет. Это и был мой вопрос. Да. Это и был мой вопрос. Вот это и был мой вопрос. Если это так, но из этого пункта это не следует. Да. Уточним. 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 Учёт секторей. мы будем дублировать, но мы не будем контролировать, то есть мы поствакуум скажем, что вы нарушили это 20-0 и, собственно говоря, это дополнительный штраф. Вы сами за себя это все несете. Понятно? То есть мы, возможно, решили сами за себя так же, то есть вот тот же получивший в первую тюрьму финале Хамил Ленинский, я не знаю, Ротенко получил во втором, мы узнали 20-0, все, да. В общем, сами не подсчитали, получили 20-0. Соответственно, вот это сейчас все на вашей совести и оплатить выдал до следующей тюрьмы. Да. Контроль. Механизм оплаты у нас какой? Карточки? И кому туда. Все способы, какие можно, я не знал насчет этого. Значит, вы можете связаться с любым... Может, вернее, на депозит. А то где он такой? Я уехал в командировку, не подумал об этом, не успел и так далее. У тебя есть тенденция. У тебя есть тренер. Короче говоря, все способы знают. А почему вы не хотите депозит? Как сейчас она должна? Да, а почему вы все-таки не хотите депозит? Депозит – это очень большая нагрузка на нас. Мы хотим сейчас своим нагрузкам перераскределить на другие вопросы по развитию, в том числе по развитию нашей линии. У нас есть задумка, что делать дальше. Мы понимаем, что огромное количество времени входит именно на это. Более того, это прежде всего для вас, для вашего самого контроля. Более того, вы слышали от огромного, точнее не от огромного, а от большого количества руководителей, что вы хотите внести ответственность самого игрока, чтобы он понимал важность процесса. Ты для него стараешься, а он этого не понимает. А теперь он будет понимать. Из каких примеров, у тебя сам за себя задумка считает, что будет. Да, ну, что будет. Ну, короче говоря, у нас, вот, вы как услышали, это один из способов это привести. Хотите голосовать, давайте мы вас послушаем за, против, кто. Геморрой. Выполняется. Геморрой тебе. Да. Вы же можете время попросить своего капитана, игрока. Игрока. То есть я буду перевесить этот геморрой, а вот ищу. Тебе не нравится? Мне хочется на них. А, да. Да, конечно. Да, конечно. Ну, то, что вы понимаете, то есть технология у вас вообще не оплачивает. Если технология записана в листок шпортной штампы, и он не оплачивает кудлом до следующей игры, и эту игру до игры не отпускается. А если он играет... Ну, это очень важно. Просто обычно в музыке есть там гиггалты, которые за это отпущают, да? У нас это другая история. Геморрой. У нас из-за всего отвечает один человек. Давайте обсуждать и голосовать, чтобы все время не потерять. А, почитаем. А, почитаем. Второй технология, третий, полторы, чемпионы. Испортивное поведение, это рапорты, это телерассмотрение. Если запишем, нормально. А разрешите, точнее, уже пошли. Давай. До следующей игры. А интервал между играми, в случае, если этот игрок, который получен в технах, была принесена игрой. Он минимальный какой? Два дня, три дня. Никакой? Вот в этот день бери на какого-то тревога дня. Да. В первые пять дней всегда есть. Ну просто, если оплату его без надува, он не покажет. Обычно с его Александром. Ну вы можете написать гарантий на письмо, и соответственно мы ставим в счет. Да. Безусловно, мы все ответили. Точно попадем в сезон. 100%. Причем первые попавшиеся, все остальные скажут, грубо и гулушки начнут все вести в черную табличку. Вот. Собственно говоря, предложений по этому нет. Все, едем дальше. Значит, следующий вопрос, который я вызвал Петра. Вопрос, такая технология обеспечить наличие и готовность к эксплуатации во время электронного табло. Ну ладно, этот вопрос мы поговорили. Все еще вопрос РГБУ. Не-не-не. Это как раз сначала, ну там разные пункты, мы в лоб в зале, а теперь вот, значит, мы призываем как-то решать этот вопрос с ними. Это другой пункт. Значит, едем дальше. Значит, следующий пункт 13.3.10. Этот же вопрос стублировал Антон Зимин. Это очень важная составляющая, особенно с работой просмотровой комиссии для дивизиона АА. Да, это вообще становится критическим, потому что, честно, обещаю, что просмотровая комиссия на начальных этапах, точнее, в лице департамента, будет запрашивать у вас домашние игры. Ну, то есть, в обязательном порядке. То есть, все домашние игры, как минимум первого друга, будут запрошены, потому что мы должны понять, что эта система работает. Мы не хотим раскреповать, мы опять же приводим. Я думаю, что всех устроят цифры для дивизии, да? Цифры для дивизии, конечно, конечно. Только об этом речь. И более того, то есть, мы знаем, у нас есть рецидивисты, да, вот это неспортивное подтверждение. То есть, мы тоже будем стараться пристально на них следить. К ним нужно отдельного оператора. Иван Варканин, да? Ладно, значит, взгляд, дивизиона А. Распечит на лидии видеосъемки. Игр первого и второго состава. За несоблюдение при отсутствии видеосъемки хотя бы на одной из игр штраф в размере 10 до США. Основание информации. Запросы полисадок. Комиссарой все будет в курсе. Это 5 тысяч рублей. Да, это 5 тысяч рублей. Чем условно сумма. Не желанием, естественно, кого-то ограбить. А желанием просто... Это важно. И мы должны это сделать. Чтобы... Да. Но с областью ровно такой штраф уже очень много лет. 5 тысяч рублей зависит. В втором сезоне я согласен. Но когда мы только вводим эту систему, могут быть накладки. И все... Хорошо, накладки ты предлагаешь. Я так понимаю, что мы тоже в переписке, значит, сократим сумму до 5 в США. Я предлагаю за первый раз в первый сезон давать предупреждение. Все стараются это сделать. Мы только вводим эту систему. Не все привыкли. Не у всех есть состоявшие договоренности с операторами. Со второго сезона, конечно, штрафовать. Хорошо. Что мне делать, если выношу второе предупреждение? Нет, нет. После первого предупреждения дальше штраф. То есть первое предупреждение, потом штраф. Причем после первого предупреждения штраф может быть небольшой. Большой? Бесить по США, с большим нюансом. Ну, да. Ну, давайте разобраться. Здесь по США будут большая система. Дивизионный проект не касается. Нет. Пока не горжается. Снимаем сумму. Мы готовы заразить. Леш, по поводу больших сумм тоже важный момент. Хочу, чтобы все понимали. У всех разные истории с анонсированием команды. Ситуация сейчас экономическая нам вот доложили. Александр Геннадьевич вложил новосложные экономические ситуации в стране. Да, поэтому вот так вот разбрасываться с пятью тысячами рублей каждого. У всех ситуаций в командах раз. Где-то, ребята, скидываются. Просто сделай видеосъемки, нечем разбрасываться. Леш, бывают всякие форс-мажоры. Я же говорю, первый раз надо предупреждать, второй раз уже может быть большой штраф. Это правильно. Мне так кажется. Со второго сезона сфоровать сразу. Давайте, хорошо. Идет съемка на мобильный телефон. Нечесть, забыл камеру. Для разрешения всего. А когда можно... Я скандалеру могу разрешить, добраться. На досойте. Сейчас дойдем. Вообще-то, вон есть. Все поставят? Телекорчик. 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 Как на игры, сюда на игры, вот так вы хотите, ввести, на что-то, я спросил. Мы попробуем комиссию, да? Да. Так, просматриваем. Просто, давайте сразу оговоримся, то что идет сегодня. Посмотрим комиссии, в которой уже согласились были такие администрации, как Островский и Островский. Стоп, 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 стоп. Вот это вот давайте мы, давайте выучим вот это вот. Я хочу предупредить. Все вопросы по просмотровой комиссии и все, что касается судей, комиссаров, судей секретарей из Одессы через судейский комитет. Я прошу департамент не переплатывать на свои плечи функции судейского комитета. Если вы хотите организовать просмотровую комиссию, это похвально. Но обращайтесь, обращайтесь, посмотровая комиссия состоит из судей, которые находятся в составе судейского комитета и федерации Степового города Москвы. Это признаки судейского комитета. Если у вас есть конкретные кандидатуры, пожалуйста, мы готовы к сотрудничеству, вы давайте кандидатуре, и мы их будем рассматривать. Судейский комитет будет принимать это решение. Судейский комитет. А вот такой мой вопрос. А почему? А почему? Потому что это вопрос судейского комиссия. Вы можете обратиться, вопросов нет. Вы можете обратиться в судейский комитет и дать своей кандидатуре, которая вас, как вы говорите, устраивает. Так же, как мы приходим к кандидатуре в заключение, когда проводятся финальные игры. То же самое, вы даете кандидатуру, вопросов нет. Это общепринятая практика. Но за спину, опять же, опять же, опять же, я еще раз говорю, я еще раз говорю. Но это неэтично, звонить людям и спрашивать, ты будешь составить просмотровую комиссию или нет? Это комитет, это судейского комитета. И это неэтично. Здесь на общей собрании. Значит, этих людей... То есть, судейского комитета. Пожалуйста. Не судейского комитета. Пожалуйста. Руководитель команды этим людям заверяют. Судейский комитет. Хорошо, что это совпадает? А если они не совпадают? Костя, если вопрос про этику, то, мне кажется, можно ехать дальше. Так вам понятно. Да. Вопрос про этику, они про... Это не только этики, это и профессионалисты. Дом Челябин Юрьевич, это вопрос оценочный. Хорошо. Давайте сразу поговорим с тем, как это видео нужно для просмотровой комиссии в дивизионе А. Видео обязательно для обоих составов. Если получается следующая ситуация, что просмотровый департамент обращается к клубу, что затребует видео и получает ответ, что видео не было. У нас есть информация, что была конфликтная ситуация. Один руководитель написал обращение о том, что вроде там разобрался на спортивные моменты. Мы сейчас сразу понимаем, что команда, например, понимает, что она может попасть в большой штраф, в том числе дисквалификацию. Особенность была драка. Команды на своей домашней игры бы не было видно. А мы им делаем предупреждение. Есть, безусловно, да. Да, но мы сейчас сразу... Нет, нет, дайте мне говорить. Значит, мы сейчас всех предупреждаем, что это потягчающие обстоятельства. Что это не случайно. Мы абсолютно точно не понимаем. То есть, может так совпасть, что у вас действительно не было штрафа на этой игры. Но мы понимаем, что это... Леш, я просто нужно регламент внести термин «непредоставление». Есть отсутствие видеосъемки, прописанное по вопросам в листе. А есть непредоставление по запросу. Это разные вещи. А все, если ты внимание не читал, а все, потому сколько ты написал. Там есть все это отдельно. Там все же есть. Может, я и забыл. Может быть, не исключено. Значит, мы предлагаем сейчас... Первое предупреждение, а второе слово в США обсудим. Да, давайте. Пять или десять. Второе. Ну, давайте выносим на голосование. Ноль пять десять. А дивизион Б голосует, да? Дивизион... Дивизион... Дивиза голосует. Да, они голосуют. Правильно, члены Б. Давайте так, кто против? Кто воздержался? Единогласно. Единогласно, отлично. Едем дальше. Значит, мы хотим... Мы хотим это предложить для дивизиона Б. Что, если это интересно? Если вам это интересно, обязать дивизион Б обязательно... Дивизиона голосует? Единогласно. Сейчас. Нет, мы как бы... Вот здесь, да, мы с нашим коллегами проголосуем только дивизион Б. Давайте мы это сделаем быстро. Кто за и с тем, кто в дивизионе Б? А когда что конкретно? Соединение видеосъемки по только что описанной схеме для дивизиона А. То есть мы зеркально повторяем этот... То есть, все, обязательная видеосъемка, такая же как В, обязательно в Б. Кто за? Один человек. Кто против? Раз. Ну, понятно, да. Выдержался? Нет, ну... Ты можешь выдерживаться? Я не знаю. Сколько есть вопрос? Кто выдержал? Значит, да. Все. Значит, едем дальше. Мобильник моста. Если идет съемка или нет. Я хочу. Я согласен. То есть, если будет на штате мобилка, стоите снимать. Без привлечения. Леша, надо прописать. Нечем снимать приклады. Леша, знаешь что? Разрешение мне меньше. Надо запрещать приклады. Надо запрещать приклады. Как зайти в фонд? Да, конечно. Профессиональное разрешение. Все это можно. Такая качественная. Сейчас мы... Секундочку. Сейчас мы... Вот чуть-чуть уже макаемся в этом. Что вот мы сейчас... Вроде бы всем очевидны, что видео надо снять такое, чтобы его можно было смотреть. Но сейчас у нас находится уже здесь. Мы еще даже... Еще видео надо снять. А уже сейчас находятся люди, которые думают. Сейчас я штатив, мобил, все дела. И вот здесь я обращаю ваше внимание, что департамент будет вмешиваться в это, если будет проявление этой хитрости. А я считаю, что это именно хитрость. Только так. Мы будем за это наказывать. И мы будем собираться в десертном собрании вплоть до снятия команды. Мы все адекватные видео мы должны нормально смотреть. Минимальное разрешение. А можно другую вопрос скажу? На самом деле, ситуация очень много получается. Снимается съемка с одной угла, там не знаю, с бомбой. Инцидент не видим в камере. Дальше? Нет, не важно. Таких много вещей. Вот для чего это съемка ведется? Если камера после камеры не видит инцидент, этот момент не рассматривается. Правильно. А зачем это ведет? Таких много вещей на самом деле нет. Он рассматривается. Причем, он просто рассматривается по другим. Ну если вы не видите, как его душа. А если у судьи радуются? А если у судьи радуются? Затем приедутся. Да, если вы решаетесь меньше. Посмотрите позже. У нас была ситуация в прошлом плеву, где видео было снято с трех камер. И рецидивист Усков нанес травму в специально подмеченном месте игроку, вывел его из строя. И все три камеры не дали обзора этой точки. И к сожалению, вот даже три камеры оставлены в зале. Я тебя попрошу задержаться. Это девиз мы зачем? Усков простой. Это ирония была. Простей. 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 Это мой игрок, да. Мы его не такими словами называем. Поехали, да. Поехали, да. Все понимают сахар. Значит, тренер, или по крайней мере один игрок, или представитель клуба команды обязаны давать интервью по просьбе представителей средств массовой информации с ним, присутствующих на игре, по согласованию сторон до, после перерыва. При этом в соответствии с правилами корпоративной этики запрещается оскорбление и цензурная оценка судейства в любой форме. За несоблюдение штраф в размере типа США. Значит, кто-то спрашивает штраф за отказ интервью, с кого он берется. Значит, я говорю, что штраф именно за оскорбление, ведь само интервью после голосования сторон. Там написано это в явном виде. Значит, в лоб, что люди отказывают, еще раз призываю всех поговорить со своими ребятами. То есть там... Штраф за оскорбление. С кого берется? Штраф берется с клуба. С клуба. Игрок, представитель клуба, тренер, руководитель. Что? Нам проще запретить не давать. Тринадцать. Какой таблиник будет... Там не попасть. Штраф читай, пожалуйста. Но, канада. Интервью, то что СМИ. Еще раз. Тренер или... У нас здесь. Значит, по-противу я говорю. Значит, тренер и, по крайней мере, один игрок или представитель клуба канады обязаны давать интервью по против представителей средств массовой информации СМИ, присутствующих на игре, по согласованию сторон до, после или в перерыве игры. При этом, в соответствии с правилами корпоративной этики, запрещаются оскорбления и лицензурная оценка судейства в любой форме. А если не судейства? А, допустим, соперника, команды соперника. Вот здесь надо просто наростку внести, что не подлежит обсуждению, работа судей. Будут все, там, корректировать. Обсуждение? Ну нет, здесь это прозрачно. Тринадцатого может быть, если они не поймали. Нет, ну вы поймите. Хорошо. Все очевидно. Если... Вот, значит, Владимир Кузенцев спрашивает, что если я оскорбляю соперника. Ну, говорят потом. И я. Ну, напишите туда судей, где... Я думаю, что у нас это есть... Нет, у нас есть отдельный пункт, где любой... Зачем мы можем в отдельный все включить и все? Значит, у нас есть новый пункт, где руководитель команды официальный... А это где руководитель, а тот, кто дает интервью. Хорошо. Нет, послушай, вот ты руководитель. Ты понимаешь, что оскорбляют тебя или твоего игрока. Или ты просто слышишь, как это делают с других двух команд. Ты пишешь. Просьба разобраться. И департамент, честное слово, запросит всех, если будет действительно оскорбление. Мы за другой там пункт, за его нарушение мы оштрафуем. Мы предупредим. Сделаем публично. Значит, на сайте вывесим решение об этом. Лёш, знаешь, в чем проблема? Ну, не проблема, а заработка. Вот смотри. Игрок нарушил. Положил бы Леонид Ильич. На качестве. То есть, какой у него штраф был? Ну, разные были. Вот. И уехал и играл в Веларус. Не-не-не-не. И дальше он не пропускает следующую игру на неоплаты штрафов. У него мотивация, да? Больше так не делать. Или там заплатить мне не штраф, который я за него несу. Никаку. Вы его никак не ограничиваете. Так ты его должен. Ну, вообще, не клуб надо. Давай так. Назови мне игрока у твоей команды, который выйдет на площадку, если я этого не захочу. Ну, что за время? Ну, ты не можешь упредить своему игроку выходить на полет, когда родной. Ну, ты что? Он перейдет в другой клуб и выйдет на площадку. Если Лига запустит привод. Первое. Такой переход возможен только раз. Второе. Только в окно переходов. И третье. Мы за этим человеком разбились. Ну, то есть, мы... Я ему не давал. Я ему не давал. А кто у тебя такой в команде? Я планирую взять. Кроме таких нет, но я планирую взять. А кого? А? Я не знаю. Какого он надо взять? Игорь Ткаченко, говорит, пользуется популярностью. В клубах. Можешь включить заявку. Давай. Потому что подписано. Ладно. Все. Поехали дальше. Гум-бум-бум. Судьи. Чемпионат осуществляется со специальными правилами по стимболу, в настоящем регламенте. Департамент контролирует выполнение всех положений разделов номер 4 судейства. В случае признания посмотровой комиссии работы какого-либо судьи, обслуживающего чемпионат, неудовлетворитель. Департамент имеет право отстранить данную судьбу от обслуживания чемпионата. Департамент. Да. Это про отвод судей. Да. Давайте обсудим про отвод судей. Про все команды хотя бы по лицу. Вы говорите, что нельзя судьбу. Давайте с командами... Нет. Мы можем написать вам на отвод, но этот отвод должен состояться. То есть это вопрос техники, кто кого пишет и кто вас составляет. Но если у вас есть, то есть просто приятное отношение с тренером. Давайте у нас все есть такие неприятные отношения. Кажется, каждый будет ему дальше тратить. Вы это не говорите на том, что вы понимаете, что это субъективное мнение. Я не вижу. Я не говорю. Да можно? Извините. Давайте поступим с другим. Кто-нибудь из руководителей команды готов? Я стою на страже интересов судейского корпуса. У нас в Комарсом Комарде, в Комарде, в Комарде, в Комарде, в Комарде. А мы дальше те опоцируем, в Комарде. Это пример. Я еще раз говорю. Где это соседы? Ну это пример. Просто вот там. Квалифицированной армии. Скажите, что есть, и у вас в том числе, есть во время игр какие-то нездержанные эмоции, которые вы выплёсываете, не понимая тех ситуаций, которые происходят на площадке. И предъявляете, естественно, в основные претензии, влезая в те профессиональные обязанности, которые на вас превосходят. И из этого возникает конфликт. Я вас фрезерую. Давайте мы будем каждый заниматься своим делом. Судьи будут судить. Руководитель клуба, руководитель клуба. Тренер, руководитель команды. И все вместе мы будем делать одно иное движение. А если мы будем говорить, что нам не нравится чудин, то... Вопросы можно? Вот смотрите. Можно предложить... Куправистую схему, которую все построили. Потому что на ситуации уже 12 лет. Я каждый год поднимаю этот вопрос. У нас есть посмотровая фамилия, естественно, и фамилия. Это борьба, как... У нас есть... Я пытаюсь взять одну фамилию, вычеркнуть из списка, который вы представляете нам. Значит, я вам еще раз говорю, это вечная проблема родителей. Так же, как и группа. У нас есть судьи. Вот если сейчас у нас есть судьи, вот смотровая комиссия. Если мы снимаем... Если на основании моей жалоба, конкретный уровень судей, конкретный команды, конкретный игре, смотровая комиссия, да, дает свое заключение. И на уровень судей, можно посмотреть? Одна ошибка. Можно ли, она закончена? Я говорю, как я буду писать. Я напишу, да, что меня не устраивает уровень судейства, например, да, или там, прогрессные ошибки. Смотровая комиссия, в своих моих жалобах, да, скажет, действительно, да, уровень судейства, или там, ошибки допущенные, влияет на модные игры, и тогда судья отсутствует плохо. Вот представьте. Такая ситуация. Если у меня есть подкрепленное решение мнения, да, просмотровая комиссия, это может являться основанием для отвода этого судьи на определенный срок от судейства в ОБН. Отвода нет, а судья будет отстранен. Отстранение судьи от судейства в ОБН. Хорошо. Я думаю, что выяснили. Я хотел просто, чтобы решать, не всегда понять причину, почему твой оппонент, или переведенный оппонент, я пытался понять, и у меня, на мой взгляд, у меня есть понимание такое, что Федерация поездки, она боится, что все команды, например, напишут на 1-1, то саму слабую, и это арбитар, не получит судейские практики, и уйдет, и уйдет, здесь он придетчиком, я думаю, что он уйдет из этого офисца, ему будет не так интересно, и может быть, в этом ситуация, когда других арбитров хороших не будет, потому что они будут дать этот день, а этот арбитр, они уже не могут, а значит, на арбитрах мы тут и делаем вам. И второе, ситуация, когда действительно загрузка арбитров, и просто некого взять, арбитры там подстраняли разных, каждая команда раз подстраняла, и в результате возникают проблемы с темночей. Как вы примените? Можно ли отвечать? Это не так, объясню почему. Потому что команда, которые отзывал от своих разных игр, у нас такой пул, это на 2-3 существуют все 4 года, по крайней мере, что я вам положу, и ни разу еще у нас не было, чтобы этот список был, не знаю, больше 5 человек за весь сезон на 2 дивизионных. То есть, поэтому я так и в рамках решила вас открыть. Мы же введем на то. Нет, на программе, мы введем учеты, в каждом регламе, этот пункт на самом деле он сотрудничает каждый год. У нас на фон пишу действительно когда-то бывает очень сильный личностный компонент. Да, как раз вот именно. Скорее, скорее, говорим не о компетенциях, мы говорим о том, что когда студия увольт личные отношения, вот это личное неприятность. Дальше провоцировать, просто не имеет смысла. Значит, я вас призываю к тому, чтобы личные, знаете, как-то физически, да, как раз-клиниться. Не надо ходить личную шерсть государственной, да, вот, поэтому давайте мы личностные отношения не будем уносить на площадку. с которым я знаком, я лично разговаривал, не готов отменять этот пункт, ни под каким собственным, потому что абсолютно точно знает линии, там, двух-трех человек, которые в ком, ну, будет плохо, это будет не игра, это будет супер-кармин, с большими штрафами для всех. Вы поймите одну простую вещь, что в чемпионате России есть большое количество, гораздо больше, чем в вашей лиге, команд, и судей достаточно много. И в регламенте чемпионата России прописано положение, что отвод судей категорически запрещен, не рассматриваются эти вопросы, предложения не рассматриваются и не принимаются. Но вы стремитесь к этому, но если вы хотите, кто его хочет украли, вы не подменяйте, пожалуйста, спортивную часть, которой должен заниматься судейский комитет, и технически чувствует то, что департамент занимается внутри вас. Александр Геннадьевич вам на это намекнул и сказал на это, не путайте, может, и дать синишницей. Понимаете? Ну, я вам еще раз говорю, судейский комитет, категорически против. Все руководители, естественно, за это. Да, да, да. За 4-6. Кто против? Кто за то, что этот пункт будет? У нас появляется альтернатива, ребят. Ну, услышьте, пожалуйста. У нас появляется фактический материал. Мы можем, действительно, если мы видим, что судья нас судит плохо, мы считаем, что это ангадирование. Это решение дивизиона Б. Ты обречен. Я обречен. Дивизиона Б, ты обречен.